Глава семьдесят пятая Так что папа сказал, чтобы другие не заговаривали с ним больше о монетах, потому что он хочет, чтобы тем, кто будет их делать, был я и никто другой И так я свободно принялся за работу А этот мессер Латину Ювенали водил меня к папе, потому что папа поручил ему это Мне хотелось получить опять указ о должности чеканщика монетного двора Но тут папа дал себе присоветовать, сказав, что сперва необходимо, чтобы я получил прощение за убийство Каковое я получу в августе в день Святых Марий по постановлению римских Капариони Потому что так принято каждый год в этот торжественный праздник выдавать этим Капариони двенадцать осужденных В этот день старшины Капариони городских участков или районов могли вызволить определенное количество осужденных А что пока мне справит новый охранный лист, по каковому я могу жить спокойно вплоть до сказанного времени Видя эти мои враги, что им никаким путем не удается возбранить мне монетный двор, они избрали другой прием Так как покойный Помпео оставил три тысячи дукатов приданного одной своей побочной дочери То они устроили, чтобы некий любимец сеньора, Пьер Луиджи, папского сына Посватался к ней через посредство сказанного сеньора Так и было сделано Пьер Луиджи Форнезе, побочный сын Павла III В 1545 году получил герцогство Пармы и Пьяченцы Славился своей жестокостью В 1547 году убит своими же приближенными Челлини полагал его злейшим своим врагом Этот сказанный любимец был деревенский парень, воспитанный сказанным сеньором И, как говорят, ему от этих денег досталось мало, потому что сказанный сеньор наложил на них руку и хотел ими воспользоваться Но так как этот муж этой девочки, чтобы угодить жене, много раз просил сказанного сеньора, чтобы тот велел меня схватить Каковой сеньор обещал ему это сделать, как только он увидит, что немного поубавилось благоволение, в котором я у папы Причем так тянулось около двух месяцев Потому что этот его слуга старался получить свое преданное А сеньор, не отвечая ничего про это, но давал знать жене, что отомстит за отца во что бы то ни стало Хоть я кое-что об этом и знал И, являясь много раз к сказанному сеньору, каковой делал вид, что оказывает мне превеликое благоволение С другой же стороны, он замыслил один из двух путей Или велел меня убить, или велел Барджеллу меня схватить Он поручил одному своему чертенку, солдату-корсиканцу, чтобы он это сделал как можно чище А эти прочие мои враги, особенно миссер Трояно, обещали подарить сто скуда этому корсикашке Каковой сказал, что это ему так же легко сделать, как выпить сырое яйцо Я, который об этом проведал, ходил с открытыми глазами и с доброй охраной, и отлично вооруженный, в кольчуге и наручах Потому что такое я получил разрешение Этот сказанный корсикашка, замышляя по своей жадности заработать эти деньги все целиком Думал, что может справиться с этим делом один И вот однажды после обеда за мной прислали от сеньора Пьер Луиджи Я тотчас же пошел, потому что этот сеньор мне говорил, что хочет сделать несколько больших серебряных вас Выйдя из дому в торопях, но все же в обычных моих доспехах, я быстро пошел по страде Юлия, думая, что никого не встречу там в этот час Когда я дошел до конца страды Юлия, чтобы повернуть к дворцу Форнезе, то, так как у меня обычаи широко огибать углы Я увидел, как этот корсикашка, уже сказанный, встал с того места, где сидел, и вышел на середину улицы Страда Юлия, или Виаджуля, первая прямая улица в Риме, пробитая при папе Юлии II и названная в его честь Так что я ничуть не смутился, но приготовился защищаться И, замедлив немного шаг, подошел к стене, чтобы дать простор сказанному корсикашке Так как он тоже подошел к стене И когда мы были уже близко друг от друга, я понял ясно по его повадкам, что он имеет желание мне досадить И, видя, что я совсем один, думает, что это ему удастся Поэтому я заговорил и сказал Храбрый воин, если бы это было ночью, вы могли бы сказать, что приняли меня за другого Но так как сейчас день, то вы отлично знаете, кто я такой Каково я никогда с вами дело не имел и никогда вас ничем не обижал А я был бы вполне готов быть вам приятным На эти слова он с угрожающим видом, не уходя прочь, сказал мне, что не знает, о чем я говорю Тогда я сказал Я-то отлично знаю, чего вы хотите и что вы говорите Но только это предприятие, за которое вы взялись, потруднее и поопаснее, чем вы думаете И может чего доброго выйти наоборот И помните, что вы имеете дело с человеком, который защитился бы против ста И не в почете у храбрых людей, как вы, такие вот предприятия Между тем я и смотрел по собачьи И оба мы изменились в лице Между тем появился народ, который уже понял, что наши слова из железа Так что у него не хватило духу взяться за меня И он сказал Другой раз встретимся На что я сказал Я всегда готов встретиться с честными людьми и с теми, кто на это похож Уйдя, я отправился к сеньору, каковой за мной и не посылал Когда я вернулся к себе в мастерскую, сказанный Корсикашко через одного своего превеликого друга и моего Дал мне знать, чтобы я его больше не остерегался Что он хочет быть мне добрым братом Но чтобы я очень остерегался других Потому что мне грозит величайшая опасность Ибо очень важные люди поклялись о моей смерти Послав его поблагодарить, я стал беречься, как только мог Немного дней спустя мне было сказано одним моим большим другом Что сеньор Пьер Луиджи отдал прямой приказ, чтобы я был схвачен в тот же вечер Это мне было сказано в двадцать часов Поэтому я поговорил с некоторыми моими друзьями Каковые меня поощряли, чтобы я немедленно уезжал И так как приказ был отдан на час ночи То в двадцать три часа я сел на почтовых и выехал во Флоренцию Потому что когда у этого Корсикашки не хватило духу исполнить дело, которое он обещал То сеньор Пьер Луиджи собственной властью отдал приказ, чтобы я был схвачен Только для того, чтобы утихомирить немного эту дочку Помпео, какова я хотела знать, где ее приданное Так как он не мог удовольствовать ее мщением Не по одному из тех двух способов, которые он придумал То он замыслил еще один О каковом мы скажем в своем месте Глава семьдесят шестая Я прибыл во Флоренцию И представился герцогу Лессандро Который учинил мне удивительные ласки И уговаривал меня, что я должен остаться у него А так как во Флоренции жил некий воятель по имени Триболино И был он мне кумом Потому что я крестил у него сына То когда я с ним разговаривал Он мне сказал, что некий Якупо дель Сансовино Бывший его учитель Прислал звать его к себе Николо ди Рафаэлло Прозванный Триболо Ученик Сансовино И так как он никогда не видел Венеции А также из-за заработка, который он от этого ожидает Он едет туда очень охотно И когда он меня спросил Видел ли я когда-нибудь Венецию Я сказал, что нет Тогда он стал меня просить Что я должен проехаться вместе с ним И я ему обещал Поэтому я ответил герцогу Лессандру Что хочу сперва съездить в Венецию А потом охотно вернусь служить ему И так он пожелал, чтобы я ему обещал И велел мне, чтобы перед тем, как я уеду Я представился ему На следующий затем день Снарядившись, я пошел к герцогу откланяться Какового я застал во дворце Пацци В то время как там проживали жена и дочери Синьора Лоренцо Чибо Лоренцо Чибо Весьма влиятельный и известный человек Впоследствии командующий папскими войсками Участвовал в заговоре против герцога Алисандро Которого подозревал в покушении на супружескую свою честь Как видно, Чилини разделял это подозрение Когда я попросил доложить его светлости, что я, с его дозволения, хочу ехать в Венецию С ответом вернулся Коземино де Медичи Нынешний герцог флорентийский Каковой мне сказал, чтобы я сходил к Николо до Монте Агуто И он мне даст пятьдесят золотых скуда Каковые деньги мне жалует его герцогская светлость Чтобы я на них гулял за его здоровье А потом возвращался служить ему Я получил деньги у Николо И зашел за Трибуло Каковой был уже готов И сказал мне, перевязал ли я шпагу Я ему сказал, что тот, кто сидит на коне, чтобы ехать в путешествие Не должен перевязывать шпагу Он сказал, что во Флоренции так заведено Потому что тут есть некий сэр Маурицо Который из-за любого пустяка Отстегал бы самого Иоанна Крестителя Потому надо носить шпагу перевязанной Пока не выйдешь за ворота Коземино Медичи Козимо I 1519-1574 Герцог Тосканский С 1569 года Великий герцог Сын Джованни Делле Банденере Некий сэр Маурицо Уроженец Милана Во Флоренции возглавлял Совет Восьми Жестокость его увековечена Сеньи и Варки В их сочинениях по истории Флоренции Я над этим посмеялся И так мы отправились Сопутствовал нам Нарочный в Венецию Какового звали по прозвищу Ламентоне С ним мы ехали вместе И именовав Болонью Однажды вечером приехали в Феррару И когда мы там остановились В гостинице на пьяце Сказанные Ламентоне Пошел разыскать кое-кого из изменников Чтобы передать им письма И поручения от имени их жен Речь идет о разгромленных Противниках Медичи Ибо таково было Изволение герцога, чтобы только Нарочный мог с ними говорить А другие нет Под страхом такого же ослушания В каковом пребывали они Тем временем Так как было немногим Больше двадцати двух часов Мы пошли, Триболо и я Взглянуть, как возвращается Герцог Феррарский Который ездил в Бельфиоре Смотреть копейный бой Герцогский замок В окрестностях Феррары Герцог Эркуля II 1534-1559 При его возвращении Мы встретили много изгнанников Каковые глядели на нас в упор Как бы вынуждая нас Заговорить с ними Триболо, который был Самый боязливый человек Какого я когда-либо знавал То и дело говорил мне Не смотри на них И не говори с ними Если хочешь вернуться Во Флоренцию Так мы стояли И смотрели, как возвращается Герцог Потом, вернувшись в гостиницу Застали там ламентоны А когда было около часу ночи Туда явился Николо Беннентенди И Пьер, его брат И еще другой старик Который, как мне кажется Был Якупу Нарди Вместе с несколькими Другими молодыми людьми Каковые, как только вошли Стали расспрашивать Нарочного Каждый про своих Во Флоренции Тиболо и я стояли в стороне Чтобы не говорить с ними Николо Беннентенди И Пьеру, его брат Флорентийские изгнанники Николо входил в совет восьми И командовал Флорентийской милицией Якупу Нарди Яростный противник Медичи Изгнанник Когда они поговорили с Ламентоне Этот Николо Беннентенди сказал Я этих двух Знаю отлично Чего это они так Кобенятся Что не желают с нами разговаривать Триболо Продолжал говорить мне Чтобы я молчал Ламентоне сказал им Что такого разрешения Какое дано ему Нам не дано Беннентенди Прибавил и сказал Что это дурость Посылая нам черта И всякие прелести Тогда я поднял голову Со всей скромностью С какой мог и умел И сказал Любезные господа Вы нам можете Очень повредить А мы вам Ничем не можем быть полезны И хотя вы нам сказали Кое-какие слова Каковые нам не пригожи Но даже И из-за этого Мы не хотим С вами ссориться Этот старик Нарди сказал Что я говорил Как достойный Молодой человек Каков я и есть Никколо Беннентенди Тогда сказал И они И герцог У меня в заднице Я возразил Что перед нами Он не прав Потому что Мы в его дела Не вмешиваемся Этот старый Нарди За нас вступился Говоря Беннентенди Что тот Не прав А тот Все продолжал Говорить Оскорбительные слова Поэтому Я ему сказал Что я ему Наговорю И наделаю Такого Что ему Не понравится Так что Пусть он Занимается Своим делом А нас Оставит в покое Он повторил Что и герцог И мы У него В заднице Опять И что И мы И он Куча Ослов На каковые слова Сказав Что он врет Я выхватил Шпагу А старик Которому Хотелось Быть первым На лестнице Через несколько Ступенек Упал И все Они В повалку На него Поэтому Бросившись Вперед Я Размахивал Шпагой По стенам С превеликой Яростью Говоря Я вас Всех Перебью И я Всячески Старался Не причинить Им вреда Потому что Слишком много Мог бы Его причинить На этот шум Хозяин кричал Ломентоне Говорил Перестаньте Некоторые Из них Говорили Ах Моя голова Другие Дайте мне Выйти отсюда Это была Сумятица Неописуемая Они Казались Стадом Свиней Хозяин Пришел С огнем Я Вернулся Наверх И Вложил Шпагу В ножны Ломентоне Говорил Никколо Бенентенди Что он Поступил Дурно Хозяин Сказал Никколо Бенентенди Можно Поплатиться Головой Если Братся Здесь За оружие И Если Бо Герцог Узнал Про Эти Ваши Дерзости Он Бо Велел Вздернуть За горло Поэтому Я Не Хочу Делать С Вами То Чего Бо Вы Заслуживали Но Только Никогда Больше Не Попадайтесь Мне В Этой Гостинице Не То Горе Вам Хозяин Пришел Ко Мне Наверх И Когда Я Хотел Извиниться Не Дал Мне Ничего Сказать Говоря Мне Что Он Знает Что Я Тысячу Раз Прав И Чтобы Я В Пути Хорошенько Их Остерегался Глава 77 Когда Мы Поужинали Явился Лодочник Чтобы Везти Нас В Венецию Я Спросил Отдаст Ли Он Лодку В Мое Распоряжение Он Согласился И На этом Мы Сговорились Наутро Спозаранку Мы Сели На Коней Чтобы Ехать На Пристань Которая Находится В Скольких То Немногих Милях От Феррары И Когда Мы Приехали На Пристань Мы Застали Там Брата Никколо Бенентенди С Тремя Другими Товарищами Каковые Поджидали Чтобы Я Подъехал С Ними Было Две Штуки Оружие На Древках И Я Купил В Ферраре Доброе Копье Будучи К тому же Отлично Вооружен Я Ничуточки Не Испугался Как То Сделал Триболо Который Сказал Помоги Нам Господи Они Здесь Чтобы Убить Нас Ламентоне Обернулся Ко мне И Сказал Лучшее Что Ты Можешь Сделать Это Вернуться В Феррару Потому Что Я вижу Что Дело Это Опасное Сделай Милость Мой Бенвенуте Уходи От Ярости Этих Бешеных Зверей Тогда Я Сказал Едем Вперед Потому Что Кто Прав Тому Помогает Бог И Вы Увидите Как Я Помогу Себе Сам Разве Эта Лодка Нанята Не Для Нас Да Сказал Ламентоне И В ней Мы Будем Без Них Поскольку Сможет Моя Доблесть Коня И Когда Я Был В Пятидесяти Шагах Спешился И Смело Со Своим Копьем Пошел Вперед Триболо Остановился Позади И И Искрючился На Лошади Что Твой Мороз А Ламентоне Нарочный Пыхтел И Сопел Что Твой Ветер Потому Что Такая Была У Него Привычка Но На Этот Раз Он Пыхтел Больше Обычного Выжидая Чем Кончится Вся Эта Чертовщина Когда Я Подошел К лодке Лодочник Выступил Мне Навстречу И Сказал Мне Что Эти Несколько Флорентийских Господ Хотят Сесть Вместе С нами В лодку Если Я На Это Согласен На Что Я Сказал Лодка На Эти Слова Некий Смелый Юноша Магалотти Сказал Бен Венута Мы Сделаем Так Что Ты Сможешь Тогда Я Сказал Если Бог И Моя Правота Вместе С Моими Силами Захотят И Смогут Вы Меня Не Заставите Смочь То Что Вы Говорите И С Этими Словами Я Прыгнул В Лодку Обратив К ним Острие Оружие Я Сказал Этим Я Вам Покажу Что Я Не Могу Когда Этот Магалотти Желая Немного Пригрозить Взялся За Оружие И Двинулся Вперед Я Вскочил На Край Лодки И Отвесил Ему Такой Удар Что Не Упади Он Навзнич Я Бо Его Проткнул Насквозь Остальные Товарищи Вместо Того Чтобы Помочь Ему Отступили Назад И Видя Что Я Мог Бо Его Убить А Не Только Что Ударить Я Ему Сказал Вставай Вставай Брат И Бери Своё Оружие И Уходи Ты Видел Что Я Не Могу Того Чего Не Хочу А Того Что Я Мог Сделать Я Не Хотел Затем Я Кликнул Триболо И Лодочника И Ламентоне Так Мы Поплыли В Венецию Когда Мы Проплыли Десять Миль По По Эти Молодые Люди Сели Фузольеру И Догнали Нас Фузольера Быстроходная Весельная Лодка Узкая И Длинная С Малой Осадкой И Когда Они С Нами Поравнялись Этот Болван Пьеро Бенентенди Сказал Мне Плыви Себе Бенвенута Мы Еще Увидимся В Венеции Плывите Сами Я Отстану Сказал Я Меня Всюду Можно Видеть Так Мы Прибыли В Венецию Я Обратился За Советом К Брату Кардинала Корнаро Говоря Ему Чтобы Он Оказал Мне Покровительство Чтобы Я Мог Носить Оружие Каково Мне Сказал Чтобы Я Его Носил Свободно Потому Что Худшее Что Мне Грозит Это Лишиться Шпаги Глава 78 Так Отсюда Прозвище Сан Совино Настоящее же имя Якобо Татти 1486 1570 Многие Его Архитектурные И Скульптурные Работы Дошли До До Нашего Времени Разговаривая С Триболо Он Ему Сказал Что Сейчас Он Не Хочет Им Услужаться И Чтобы Он Зашел Другой Раз На Эти Слова Я Рассмеялся И Шутливо Сказал Сан Сав 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 Слишком Уж Далек Ваш Дом От Его Дома Чтобы Ему Заходить Другой Раз Бедный Триболо Опешев Сказал Да У Меня С 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 Что Такие Люди Как Он Почтенные И Даровитые Могут Делать Такие Вещи И Даже Большие Триболо Пожал Плечами И Сказал Терпение Несколько Раз Тут Невзирая На Обильный Обед Который Мне Задал Сансовино Я Стал На Сторону Моего Товарища Триболо Который Был Прав А Так Как За Этой Трапезой Сансовино Не Переставал Трещать О Своих Великих Деяниях Говоря Дурное Про Микеланьолу И Про Всех Кто Занимался Этим Искусством Только Самого Себя Расхваливая Удивительно То Это Мне До Того Надоело Что Я Ни Одного Куска Не Съел Который Бо Мне Понравился И Только Сказал Такие Два Слова Георо Бенентенди Каковой Был С Несколькими И Заметив Что Они Ищут Мне Досадить Я Зашел В Лавку К Аптекарю Так Что Я Дал Пройти Этой Грозе Впоследствии Я Слышал Что Этот Юноша Магалотти С Которым Я Обошелся Учтиво Много Их Упрекал И Так Это Прошло Глава Семьдесят Девятая Несколько Дней Спустя Мы Поехали Обратно Во Флоренцию И Когда Мы Остановились В Некое Местечке Каковое По Сю Сторону Кьоджи По Левую Руку Если Ехать В Сторону Феррары То Хозяин Пожелал Чтобы Ему Было Уплачено По Его Способу Раньше Чем Мы Пойдем Спать И Когда Мы Ему Сказали Что В Других Местах Принято Платить Утром Он Нам Сказал Я Хочу Чтобы Мне Было Уплачено С Вечера И По Моему Способу Я Сказал На Эти Слова Что Люди Которые Желают Поступать По Своему Способу Надо Чтобы Они Создали Себе И Мир По Своему Способу Потому Что В Этом Мир Так Не Принято Хозяин Отвечал Чтобы Я Ему Не Морочил Мозги Потому Что Он Желает По Ступить По Этому Способу Триболо Дрожал От Страха И Щипал Меня Чтобы Я Молчал Дабы Они Не Сделали Нам Хуже Так Мы Ему Заплатили По Их Способу Затем Пошли Спать Что У нас Было Хорошо Так Это Превосходнейшие Постели Совершенно Новенькие И Действительно Чистые Несмотря На Это Я Так И Не Уснул Обдумывая Всю Эту Ночь Что Мне Такое Сделать Чтобы Отомстить То Мне Приходила Мысль Поджечь Ему Дом То Зарезать Ему Четырех Добрых Коней Которые У него Стояли В конюшне Все Это Я Видел Что Мне Легко Сделать Но Зато Я Не Видел Чтобы Легко Было Спасти Себя И Моего Товарища Решив Как Последнее Средство Поместить Пожиткие Товарищи В лодку Я Так И Сделал И Когда Лошадей Впрягли В бичеву Которые Тянули Лодку Я Сказал Чтобы С лодкой Не Трогались Пока Я Не Вернусь Потому Что Я Забыл Пару Туфель В Том Месте Где Я Спал И Вот Вернувшись В гостиницу Я Спросил Хозяина Каковой Мне Ответил Что Ему До Нас Дела Нет И Чтобы Мы Шли Был Там Один Его Парнишка Конюшенный Мальчик Весь Заспанный Каковой Мне Сказал Хозяин Не Тронется Ради Самого Папы Потому Что Он Спит С Одной Лентяйкой Которую Он Весьма Жаждал И Попросил У Меня Отвальное Тогда Я Ему Дал Несколько Этих Мелких Венецианских Монеток И Сказал Ему Чтобы Он Задержал Немного Того Который Тянет Бичеву Пока Я Не Отыщу Своих Туфель И Не Вернусь Туда Поднявшись Наверх Я Взял Ножик Который Был Как Бритва И Четыре Постели Которые Там Были Я Все Их Ему И Скрошил Этим Ножом Так Что Я Убедился Что Нанес Убытку На Пятьдесят С лишним Скуда И Вернувшись В лодку С несколькими Обрезками Этих Одеял В кармане Я Живо Сказал Бичевщику Чтобы Он Поскорее Трогался Когда Мы Немного Отъехали От Гостиницы Мой Кум Триболо Сказал Что Он Забыл Некие Ремни Которыми Перевязывал Свои Чемоданы И Что Он Хочет Вернуться За Ними Во Что Быто Ни Стало На Что Я Сказал Чтобы Он Не Беспокоился Из-за Пары Маленьких Ремешков Потому Что Я Ему Наделаю Больших Сколько Угодно И Он Мне Сказал Что Я Вечно Балаганю Но Что Он Хочет Вернуться За Своими Ремнями Во Что Быто Ни Вперед И В то же Время Рассказал Ему О Великом Убытке Который Я Причинил Хозяину И Когда Я Ему Показал Образчики Кое-каких Кусочков Одеял И Прочего На Него Напал Такой Трепет Что Он Не Переставал Говорить Бечопщику Тяни Тяни Скорее И Не Считал Себя Избавленным От Этой Опасности До Перевяжем Шпаги Ради Бога И Бросьте Ваши Шутки Потому Что Мне Все Время Казалось Что У Меня Кишки На Блюде На Что Я Сказал Кум Мой Три Было Вам Нечего Перевязывать Шпагу Потому Что Вы Ее И Не Развязывали И Это Я Сказал Только Так Потому Что Ни Разу Не Видел Чтобы Он Выказал Себя Мужчиной За Это Путешествие Тут Посмотрев На Свою Шпагу Он Сказал Ей Богу Вы Сказали Правду Потому Что Она Все Так И Перевязана Как Я Ее Устроил Перед Тем Как Выйти Из Думу Этому Моему Куму Казалось Что Я Был Ему Плохим Товарищем Потому Что Я Оскорблялся И Защищался Против Тех Кто Хотел Нам Досадить А Мне Оказалось Что Он Сам Был Мне Гораздо Хуже Товарищем Не Стараясь Помочь Мне В Такой Нужде Об Этом Пусть Судят Кто В Стороне Беспристрастия Глава Восьмидесятая Чуть Только Я Спешился Я Сразу же Отправился К Герцогу Лессандро И Премного Его Благодарил За Подаренные Пятьдесят Скуда Говоря Его Светлости Что Я Всячески Готов На Все Чем Могу Служить Его Светлость Каковой Сразу Мне Поручил Чтобы Я Сделал Чеканы Для Его Монет И Первая Которую Я Сделал Была Монета В Сорок Сольда С Головой Его Светлости С Одной Стороны А С Другой Святой Косьма И Святой Дамиан Это Были Монеты Серебряные И Понравились Они И так Что Герцог Решался Говорить Что Это Самые Красивые Монеты Во Всем Христианском Мире Так Говорила Вся Флоренция И Всякий Кто Их Видел Поэтому Я Попросил Его Светлость Чтобы Он Назначил Мне Жалование И Чтобы Он Велел Отвести Мне Комнаты На Монетном Дворе Каковой Сказал Мне Чтобы Я Продолжал Ему Служить И Что Он Даст Мне Гораздо Больше Того О чем Я Его Прошу А Пока Он Мне Сказал Что Отдал Распоряжение Начальнику Монетного Двора Каковым Был Некий Карло Ачейоли И Чтобы К нему Я И Ходил За Всеми Деньгами Какие Мне Нужно И Это Оказалось Верно Но Я Так Умеренно Брал Деньги Что Мне Всегда Еще Причиталось Что Нибудь По Моему Счету Снова Сделал Я Чеканы Для Джулио Каковой Был Святой Иоанн В профиль Сидящий С книгой В руке И Мне Казалось Что Я Никогда Еще Не Создавал Ничего Столь Прекрасного А С другой Стороны Был Герб Сказанного Герцога Лессандро После Этого Я Сделал Чекан Для Полу Джулио На Котором Я Там Сделал Голову Святого Иоаннчика С лица Это Была Первая Монета С Головой С Лица На Такой Тонкости Серебра Которая Когда-либо Делалась И Это Такая Трудность Незаметна Иначе Как Глазам Тех Кто Изощрен В Этом Художестве После Этого Я Сделал Чеканы Для Золотых Скудо На Каковых Был Крест С Одной Стороны С Некими Маленькими Херувимами А С Другой Стороны Был Герб Его Светлости Когда Я Сделал Эти Четыре Рода Монет Я Попросил Его Светлость Чтобы Он Определ Мне Жалование И Отвел Мне Вышесказанные Комнаты Если Ему Угодно Моя Служба На Каковые Слова Его Светлость Милостиво Мне Сказал Что Он Весьма Доволен И Что Он Отдаст Эти Распоряжения Слова Светлость Был У Себя В Скарбнице И Рассматривал Чудесную Пещаль Которую Ему Прислали Из Германии Каково Прекрасное Оружие Увидев Что Я С Большим Вниманием На Него Гляжу Он Дал Мне В руки Говоря Мне Что Он Очень Хорошо Знает Как Я Люблю Так И Чтобы В зачет Того Что Он Мне Обещал Я себе взял из его скарбницы Аркебузу по своему вкусу, но только не эту, потому что он хорошо знает, что там много еще более красивых и столь же хороших. На каковые слова я принял и поблагодарил. И, видя, что я ищу глазами, он велел своему скарбничему, каковым был некий Протино да Лука, чтобы тот дал мне взять все, что я хочу. Он вышел с приветливейшими словами, а я остался и выбрал самую красивую и самую лучшую Аркебузу, которую я когда-либо видел и которую я когда-либо имел, и я отнес ее к себе домой. Двумя днями позже я ему понес некие рисуночки, которые от меня требовала его светлость, чтобы сделать кое-какие золотые работы, каковые он хотел послать в подарок своей жене, которая все еще была в Неаполе, то есть Маргарите Австрийской. Точности ради следует заметить, что свадьба в Неаполе состоялась лишь в феврале следующего 1536 года. Снова я его попросил о том же моем деле, чтобы он мне его устроил. Тогда его светлость сказал мне, что он хочет сначала, чтобы я ему сделал чеканы для красивого его портрета, как я делал для папы Климента. Я начал сказанный портрет в воске. Поэтому его светлость велел, чтобы в любое время, когда я приду с него лепить, меня всегда впускали. Я, который видел, что эта моя работа затягивается, позвал некоего Пьетро Пагуло из Монте-Ритондо, что возле Рима, каково еще маленьким мальчиком жил у меня в Риме. И, найдя его, что он живет у некоего Бернардо Наччо, золотых дел мастера, каково и обходился с ним не очень хорошо, Я поэтому взял его оттуда и отлично научил его прилаживать эти чеканы для монет. А тем временем я лепил герцога. И много раз я его заставал дремлющим после обеда с этим своим Лоренцино, который потом его убил, и никого больше. Глава восемьдесят первая Случилось, что от Тевяну до Медичи, каковой, казалось, правил всем, Желая породеть против воли герцога старому начальнику монетного двора, которого звали Бустиано Чиннини, Человеку старобытному и малосведущему, Велел смешать при чеканке с Кудо эти его нескладные чеканы с моими. Так что я на это пожаловался герцогу, каковой, увидав, что это правда, очень рассердился и сказал мне, Ступай, скажи об этом от Тевяну до Медичи и покажи их ему. От Тевяну до Медичи, из побочной линии Медичи, впоследствии женился на сестре кардинала Сальвиати. Бастяно Чиннини, во введении к трактату об ювелирном искусстве, Челлини говорит о нем подробно и весьма благожелательно. Я тотчас же пошел, и когда я ему показал обиду, которая была учинена моим красивым монетам, он мне сказал по-ослиному, Так нам угодно делать. На что я ответил, что так нельзя, и что так не угодно мне. Он сказал, а если бы так угодно было герцогу? Я ему ответил, то не было бы угодно мне, потому что и неправильно, и неразумно это. Он сказал, чтобы я убирался, и что я это съем в таком виде, хотя бы я лопнул. Вернувшись к герцогу, я ему рассказал все, о чем мы неприятно беседовали, от Тевяну до Медичи и я. Поэтому я попросил его светлость, чтобы он не давал в обиду красивые монеты, которые я ему сделал, а меня, чтобы он отпустил на волю. Тогда он сказал, от Тевяну слишком многого хочет, а ты получишь то, чего желаешь, потому что это оскорбления, которые чинят мне самому. В этот самый день, а было это в четверг, мне пришел из Рима обширный охранный лист от папы, говоря мне, чтобы я немедленно отправился за помилованием святых Марий в середине августа, дабы я мог освободиться от этого подозрения в учиненном убийстве. Отправившись к герцогу, я застал его в постели, потому что говорили, что он побеспутствовал. И, кончив в два с небольшим часа то, что мне требовалось для его восковой медали, я ему ее показал, и она ему очень понравилась. Тогда я показал его светлости охранный лист, полученный по приказанию папы, и как папа меня зовет, чтобы я ему исполнил некоторые работы. Поэтому я бы, мол, вернулся в этот прекрасный город Рим, а тем временем послужил бы ему его медалью. На это герцог сказал почти что в гневе. — Бенвенута, сделай по-моему, не уезжай, потому что я положу тебе жалование и дам тебе комнату на монетном дворе, и еще гораздо больше того, что ты сумел бы у меня попросить, потому что ты просишь о том, что справедливо и разумно. — И кто ж ты хочешь, чтобы мне прилаживал мои чудесные чеканы, которые ты мне сделал? Тогда я сказал. — Государь, обо всем подумано, потому что здесь у меня есть один мой ученик, молодой римлянин, которого я обучил и который отлично послужит вашей светлости, пока я не вернусь с оконченной вашей медалью, чтобы потом уже остаться у вас навсегда. А так как в Риме у меня открытая мастерская с работниками и кое-какими заказами, то как только я получу помилование, я оставлю всю римскую привязанность одному моему тамошнему воспитаннику, а затем, с дозволения вашей светлости, возвращусь к вам. При всем этом присутствовал этот вышесказанный Лоренцино де Медичи, и никто больше. Герцог несколько раз ему кивал, чтобы и он также поощрял меня остаться. Поэтому сказанный Лоренцино ничего другого не сказал, как только «бенвенуто» ты бы лучше остался. На это я сказал, что я хочу вернуться в Рим во что бы то ни стало. Тот ничего больше не сказал и все время смотрел на герцога принедобрым глазом. Я, окончив по своему вкусу медаль и спрятав ее в коробочку, сказал герцогу, «Государь, будьте покойны. Я вам сделаю медаль много красивее, чем я сделал папе Клименту, потому что разум велит, чтобы я сделал ее лучше, ибо то была первая, которую я когда-либо делал. А мессер Лоренцо тут даст мне какой-нибудь прекрасный оборот, как человек-ученый и величайшего ума». На эти слова сказанный Лоренцо вдруг ответил, говоря, «Я только о том и думал, чтобы дать тебе оборот, который был бы достоин его светлости». Герцог усмехнулся и, взглянув на Лоренцо, сказал, «Лоренцо, вы ему дадите оборот, и он сделает его здесь и не уедет». Лоренцо быстро ответил, говоря, «Я это сделаю как можно скорее и надеюсь сделать нечто такое, что изумит мир». Герцог, который считал его всегда придурковатым, а когда бездельником, повернулся в постели и засмеялся словам, которые тот сказал. Я удалился без дальнейших прощальных церемоний и оставил их вдвоем одних. Герцог, который не верил, что я уеду, ничего мне больше не сказал. Когда он потом узнал, что я уехал, он послал за мной вдогонку одного своего слугу, каковой нагнал меня в Сиене, и дал мне пятьдесят золотых дукатов от имени герцога, говоря мне, чтобы я на них гулял за его здоровье и возвращался как можно скорее. А от имени мессер Лоренцо я тебе говорю, что он тебе готовит изумительный оборот для той медали, которую ты хочешь сделать. Я оставил все распоряжения вышесказанному Пьетро Пагуло из Рима, каким образом он должен прилаживать чеканы. Но так как это дело очень трудное, то он никогда особенно хорошо их не прилаживал. Монетный двор остался мне должен за работу, за мои чеканы, больше семидесяти скудо. Глава восемьдесят вторая Я поехал в Рим и взял с собой эту отличнейшую колесную аркибузу, которую мне подарил герцог, и с величайшим моим удовольствием много раз применял ее по пути, выделывая с ней неописуемые вещи. Приехал я в Рим. Это было в начале июня 1535 года. А так как у меня был домик на страде, Юлия, каковой, будучи не в порядке, я поехал спешиться у дома мессер Джованни Гадди, камерального клирика, каковому я оставил на хранение при моем отъезде из Рима много моего красивого оружия и много других вещей, которыми я очень дорожил. Поэтому я не хотел спешиваться у моей мастерской, и послал за этим Феличия, моим товарищем, и велел привести в полнейший порядок этот мой домик немедленно. Потом, на следующий день, я пошел туда ночевать, отлично снабдившись платьем и всем, что мне было необходимо, желая на следующее утро пойти представиться папе, чтобы поблагодарить его. У меня было двое мальчиков слуг, а внизу у меня в доме жила прачка, которая приотменно мне стряпала. Вечером я давал ужин моим друзьям, и когда этот ужин с превеликим удовольствием прошел, я лег спать. И не успела пройти ночь, как под утро, за час с лишним до рассвета, я услышал, как с превеликой яростью колотят в дверь моего дома, так что один удар не дожидался другого. Поэтому я позвал этого моего старшего слугу, имя которого было Ченчо. Винченцо родом из Манты, потом он станет учеником Челлини и искусным мастером. Это был тот, которого я водил в некромантический круг. Я сказал, чтобы он пошел посмотреть, кто этот сумасшедший, который в такой час так зверски стучит. Пока Ченчо ходил, я, зажегший еще огонь, потому что у меня и без того постоянно всегда горит ночью свет, тотчас же надел поверх рубашки чудесную кольчугу, а поверх нее кое-какое случайное платьишко. Вернувшись, Ченчо сказал, увы, хозяин, это Барджел со всей стражей, и он говорит, что если вы не поторопитесь, то он выломает дверь. И у них факелы, и чего только нет. На что я сказал, скажи им, что я накину кое-какое платьишко, и так в рубашки и иду. Решив, что это смертоубийство, как уже учиненное мне сеньором Пьер Луиджи, в правую руку я взял чудесную шпагу, которая у меня была, в левую — охранный лист, потом побежал к заднему окну, которое выходило на некоторые огороды, и тут увидел тридцать с лишним стражников. Поэтому я понял, что в эту сторону мне не убежать. Поставив этих двух мальчуганов перед собой, я им сказал, чтобы они не отпирали двери, пока я им не скажу. Приготовившись, со шпагою в правой руке и с охранным листом в левой, в положении поистине оборонительном, я сказал этим двум мальчуганам, не бойтесь, отворяйте. Тотчас же, ворвавшись, Барджел Виторио и с ним еще двое внутрь, думая, что легко могут меня схватить, видя, что я так приготовился, отступили назад и сказали, здесь шутить не приходится. Тогда я сказал, кинув им охранный лист, прочтите это, и так как вы не можете меня взять, то я не желаю, чтобы вы меня и трогали. Барджел тогда сказал некоторым из них, чтобы они меня взяли, а что охранный лист посмотрится потом. На это я смело выставил вперед оружие и сказал, «Бог да будет за мою правоту! Или уйду живым, или дамся мертвым». Комната была тесная. Они показывали, что идут на меня силой, а у меня был вид весьма оборонительный. Поэтому Барджел понял, что ему не заполучить меня иначе, чем так, как я сказал. Позвав секретаря, пока он ему велел читать охранный лист, он два или три раза пытался велеть меня схватить, но я не отступал от этого принятого решения. Оставив это дело, они бросили мне охранный лист на пол и без меня пошли прочь. Глава восемьдесят третья Когда я снова лег, я почувствовал себя очень взволнованным и так и не мог уснуть. Я решил, что как только настанет день, велеть пустить себе кровь. Поэтому я посоветовался об этом с мессер Джованни Гадди, а тот с одним своим врачишкой, каковой меня спросил, не испугался ли я. Видимо, речь идет о неком Бернардино Лилли де Тоди. Посудите сами, что это был заврачебный ум, если я ему рассказал такой великий случай, а он мне задает подобный вопрос. Это был какой-то ветрогон, который смеялся почти все время и ни о чем. И вот таким образом смеясь, он мне сказал, чтобы я выпил хороший стакан греческого вина и чтобы я старался быть веселым и не бояться. Мессер Джованни, однако, говорил «Маэстро, если бы кто был из бронзы или мрамора, и тот в подобном случае испугался бы, а тем более человек». На что этот врачишечка сказал «Монсеньоре, не все мы сделаны на один лад. Этот человек не из бронзы и не из мрамора, а из чистого железа». И, взяв меня руками за пульс, с этим своим несуразным смехом сказал мессер Джованни «Вот пощупайте здесь. Это пульс не человека, а льва или дракона. Тут я, у которого пульс бился сильно, неровно, вероятно, в такой степени, про какую этот болван доктор не читал ни у Гиппократа, ни у Галена, ясно почувствовал мою болезнь. Но чтобы не причинять себе большего страха и вреда, чем я испытал, я выказал себя спокойным. Тем временем сказанный мессер Джованни велел подавать обедать, и мы всей компанией сели есть. Какова я была вместе со сказанным мессер Джованни некий мессер Лодовико Дафано, мессер Антонио Алигретти, мессер Джованни Грек, все люди ученейшие, мессер Аннибаль Каро, который был очень молод, и ни о чем другом не говорили за этим обедом, как об этом смелом поступке. И потом они заставляли о нем рассказывать этого Ченчо, моего служку, каковой был чрезвычайно остроумен, храбр и прекрасен телом. И всякий раз, как он рассказывал об этом моем бешеном поступке, принимая те осанки, которые принимал я, и отлично передавая такие слова, которые я говорил, «Мне всегда вспоминалось что-нибудь новое». И они часто его спрашивали, было ли ему страшно. На каковые слова он отвечал, чтобы они спросили у меня, было ли страшно мне, потому что ему было то же самое, что было и мне. Когда эта болтовня мне надоела, и так как я чувствовал себя очень не по себе, я встал из-за стола, сказав, что я хочу пойти одеться на ново в голубые сукно и шелк, он и я. Потому что я хотел на четвертый день идти с процессией, так как приближались святые Марии, и хотел, чтобы сказанный Ченчо нес мне зажженный белый факел. И так, уйдя, я пошел отрезать голубого сукна с красивым кафтанчиком тоже голубого шелка и таким же камзольчиком. А ему я сделал камзолы кафтантов тяные тоже голубые. Когда все сказанное я отрезал, я пошел к папе, каковой мне сказал, чтобы я поговорил с его миссер Амброджо, потому что он распорядился, чтобы я сделал большую работу из золота. Так я отправился к миссер Амброджо, каковой был отлично осведомлен о деле с Барджелом. И он был в сговоре с моими врагами, чтобы воротить меня, и изругал Барджела, что тот меня не взял, каковой извинялся, что против такого охранного листа он не мог этого сделать. Сказанный миссер Амброджо начал со мной говорить о заказе, который ему поручил папа. Потом сказал мне, чтобы я сделал рисунки, и что все будет устроено. Между тем наступал день Святых Марий. А так как есть обычай, чтобы те, кто получает такое помилование, отправлялись в тюрьму, то поэтому я вернулся к папе и сказал его святейшеству, что я не хочу помещаться в тюрьму, и что я его прошу, чтобы он оказал мне такую милость, чтобы я не шел в тюрьму. Папа мне ответил, что таков обычай, и что так должно быть сделано. На это я снова преклонил колено и поблагодарил его за охранный лист, который его святейшество мне выдал, и что с ним я вернусь служить моему герцогу Флорентийскому, который с таким вожделением меня ждет. При этих словах папа повернулся к одному своему приближенному и сказал, пусть Бенвенута получит помилование без темницы, поэтому пусть ему выправят его указ, чтобы все было в порядке. Когда выправили указ, папа его снова подписал. Его отметили в Капитолии. Затем в назначенный день посреди других дворян я с большим почетом шел в процессии и получил помилование. Глава восемьдесят четвертая Четыре дня затем спустя меня схватила превеликая лихорадка со знобом неописуемым, и, слегши в кровать, я сразу же почел себя смертным. Точнее, при смерти. Я велел позвать первейших римских врачей, среди каковых был некий маэстро Франческо Донорча, врач старейшей и величайшей славы, какой только имелся в Риме. Франческо Фускони был домашним врачом трех пап Адриана Шестого, Климента Седьмого и Павла Третьего. Я рассказал этим сказанным врачам, какая я думал, что была причина моей великой болезни, и что я хотел было, чтобы мне пустили кровь, но что мне отсоветовали, и что, если еще не поздно, я просил их, чтобы они мне ее пустили. Маэстро Франческо ответил, что пускать кровь сейчас нехорошо, а тогда хорошо было, и что у меня никакой бы болезни не было, а теперь необходимо лечить меня другим путем. И вот принялись меня лечить со всем усердием, с каким только могли и умели. И я с каждым днем быстро плашал, так что неделю спустя болезнь возросла настолько, что врачи, отчаявшись в этом предприятии, распорядились, чтобы меня ублажали и чтобы мне давали все, о чем я попрошу. Маэстро Франческо сказал, «Пока есть дыхание, зовите меня во всякое время, потому что нельзя угадать, что может сделать природа в такого рода молодом человеке. А если случится, что он обомрет, примените ему эти пять средств одно за другим и пошлите за мной, и я приду в любой час ночи, потому что мне приятнее было бы спасти этого, чем какого бы то ни было кардинала в Риме. Каждый день приходил меня навестить два-три раза мессер Джованни Гадди и всякий раз брал в руки какую-нибудь из этих моих красивых пищалей или кольчуг, или шпаг и постоянно говорил, «Это красивая вещь, а это еще красивее». И тоже про другие мои модельки и вещицы, так что он мне надоел. И с ним приходил некий Маттео Францези, у которого был такой вид, словно и он тоже ждет, не дождется, чтобы я умер. Не потому, чтобы он имел что-нибудь получить после меня, но ему словно хотелось того, чего явно весьма желал мессер Джованни. Некий Маттео Францези, Маттео Францези, флорентийский бурлескный поэт. Со мной был этот Феличи, уже сказанный мой товарищ, каковой мне оказывал величайшую помощь, какую только может оказывать на свете один человек другому. Природа была ослаблена и измождена совсем. И во мне не оставалось настолько силы, чтобы, испустив дыхание, снова его вобрать. Но все же крепость мозга была сильна, как бывало, когда я не хворал. И хотя я был таким образом в уме, ко мне приходил к постели ужасный старик, который хотел затащить меня силой в свою огромнейшую лодку. Поэтому я звал этого моего Феличи, чтобы он подошел ко мне и прогнал прочь этого старого мошенника. Этот Феличи, который был со мной приласков, подбегал плача и говорил, «Убирайся, старый предатель! Ты хочешь отнять у меня самое дорогое!» Тогда миссер Джованни Гадди, который тут же присутствовал, говорил, «Бедняга бредит! Еще осталось несколько часов!» А этот другой, мать-тео-францези, говорил, «Он читал Данте!» И в этой великой немощи ему это и примерещилось. То есть ему мерещится «Харон!» «Ад, песнь третья!» И говорил Эдк, смеясь, «Убирайся, старый мошенник, и не приставай к нашему Бен-Венут!» Видя, что надо мной потешаются, я повернулся к миссер Джованни Гадди и ему сказал, «Дорогой мой хозяин, знайте, что я не брежу, и что это все правда с этим стариком, который так ко мне пристает. Но вы бы гораздо лучше сделали, если бы убрали от меня этого несчастного мать-тео, который смеется над моей бедой. И раз ваша милость удостаивает меня того, чтобы я ее видел, то вам бы следовало приходить сюда с миссер Антонио Алигретти или с миссер Аннибаль Карро или с кем-нибудь еще из ваших дыровитых друзей, которые люди другого вежества и другого ума, чем это животное. Тогда миссер Джованни сказал ради шутки этому мать-тео, чтобы он убирался от него навсегда. Но так как мать-тео смеялся, то шутка стала вправду, потому что миссер Джованни не пожелал его больше видеть и велел позвать миссер Антонио Алигретти и миссер Лодовико и миссер Аннибаль Карро. Когда пришли эти достойные люди, я возымел превеликое облегчение и долго побеседовал с ними в разумении, хотя упрашивая Фелича, чтобы он прогнал прочь старика. Миссер Лодовико спрашивал меня, что мне видится и каков он собой. В то время, как я ему ясно рисовал его словами, этот старик хватал меня за руку и силой тащил меня к себе. Поэтому я кричал, чтобы мне помогли, потому что он хочет бросить меня под палубу в эту свою ужасную лодку. Едва я сказал это последнее слово, на меня нашло превеликое изнеможение, и мне показалось, что он меня бросает в эту лодку. Говорят, что тогда в этом обмороке, что я метался и что я наговорил дурных слов миссер Джованни Гадди, что он, мол, приходит меня грабить, а вовсе не из жалости какой, и много других грубейших слов, которые заставили устыдиться сказанного миссер Джованни. Потом говорят, что я затих, как мертвый. И, прождав больше часа, чувствуя, что я холодею, они оставили меня, якобы, мертвого. И когда они вернулись к себе домой, об этом узнал этот мать-тео-францези, каковой и написал во Флоренцию миссер Бенедетто Варки, моему дражайшему другу, что в таком-то часу ночи они видели, как я умер. Поэтому этот великий талант миссер Бенедетто и превеликий мой друг на небывшую, но все же мнившуюся смерть написал удивительный сонет, каковой будет помещен в своем месте. Прошло больше трех долгих часов, прежде чем я пришел в себя. И, применив все средства вышесказанного маэстро Франческо, видя, что я не прихожу в чувства, Феличи мой дражайший бросился бегом к дому маэстро Франческо де Норче и так стучал, что разбудил его и поднял и плача просил его, чтобы он пришел на дом, потому что он думает, что я умер. На это маэстро Франческо, который был превспыльчив, сказал, — Сынок, что, по-твоему, мне там делать, если я приду? Если он умер, мне его жаль еще больше, чем тебе? Если ты думаешь, что с моей медициной, если я приду, я могу дунуть ему в задницу и оживить его тебе? Видя, что бедный юноша уходит плача, он его окликнул и дал ему некое масло, чтобы помазать мне пульсы и сердце, и чтобы мне стиснули как можно крепче мизинцы на ногах и на руках, и что если я приду в себя, то чтобы сразу же послали за ним. Вернувшись, Феличи сделал все, как маэстро Франческо ему сказал. И так, как уже почти рассвело, и им казалось, что нет надежды, они распорядились приготовить саван и обмыть меня. Вдруг я пришел в чувство и позвал Феличи, чтобы он скорее, скорее прогнал прочь этого старика, который ко мне пристает. Каковой Феличи хотел послать за маэстро Франческо, и я сказал, чтобы он не посылал, а чтобы подошел сюда, ко мне, потому что этот старик сразу уходит и боится его. Когда Феличи ко мне приблизился, я до него дотронулся, и мне показалось, что этот старик в ярости удаляется. Поэтому я попросил, чтобы он всегда оставался возле меня. Явился маэстро Франческо, сказал, что хочет спасти меня во что бы то ни стало, и что никогда не видал такой силы в молодом человеке за всю свою жизнь, как у меня. И, сев писать, прописал мне курение, обмывание, притирание, припарки и неописуемое множество всего. Тем временем я пришел в чувство с двадцатью с лишним пьявками на заднице, исколотый, обмотанный и весь искрошенный. Пришло много моих друзей посмотреть на чудесное воскресенье мертвого. Явились люди весьма важные и в немалом числе. В присутствии коих я сказал, что то немногое золото и деньги, каковых могло быть около восьмисот скуда золотом, серебром, драгоценными камнями и деньгами, их я хочу, чтобы они достались моей бедной сестре, которая живет во Флоренции, имя каковое Мона Леперата. Все же остальное мое имущество, как оружие, так и все прочее, я хочу, чтобы досталось моему дрожайшему Феличо и пятьдесят золотых дукатов в придачу, дабы он мог одеться. При этих словах Феличо бросился мне на шею, говоря, что он ничего не хочет и хочет только, чтобы я был жив. Тогда я сказал, если ты хочешь, чтобы я был жив, дотронься до меня вот так и прикрикни на этого старика, потому что он тебя боится. При этих словах были такие, которые испугались, видя, что я не брежу, но говорю дельно и с разумением. Так подвигалась моя великая болезнь, и я мало поправлялся. Маэстро Франческо, именитейший, приходил раза четыре, а то и пять в день. Мессер Джованни Гадди, который устыдился, не показывался у меня больше. Явился мой зять, муж сказанной моей сестры. Он приехал из Флоренции за наследством. И так как это был честнейший человек, то он очень обрадовался, застав меня в живых. Каковой принес мне неописуемую помощь, встречей с ним, и тотчас же меня обласкал, говоря, что приехал только за тем, чтобы ухаживать за мной собственноручно. Так он и делал несколько дней. Потом я его отослал, имея почти верную надежду на выздоровление. Тогда он оставил сонет мессер Бенедетто Варки, который таков. На мнимую и небывшую смерть Бенвенута Челлини. Кто нас утешит, мать Тио, чья сила? Нам помешает и зайти слезами, когда, увы, не ложь, что перед нами безвременно на небо воспарила, сия душа, которая взрастила, столь дивный дар, что равного и сами не помним мы, и не создаст веками наш мир, где лучше храна ждет могила. Дух милый, если есть за тканью тленной, любовь, взгляни на тех, кому утрата печалит взор, не твой блаженный жребий. Ты призван созерцать Творца Вселенной, и ныне зришь его живым на небе, таким, как здесь ваял его когда-то. Глава восемьдесят пятая. Болезнь была такая неописуемая, что казалось, ей не будет конца. И этот достойный человек, маэстро Франческо Донорча, нес такой труд, как никогда, и каждый день приносил мне новые лекарства, стараясь укрепить несчастный, расстроенный инструмент. И при всех этих неописуемых трудах казалось, что невозможно положить конец этому ожесточению. Так что все врачи почти отчаялись и не знали уж, что и делать. У меня была неописуемая жажда, а я остерегался, как они мне велели много дней. И этот Феличи, который считал, что сделал редкостное дело, спасший меня, уже от меня не отходил. И этот старик уже не так мне докучал, но во сне иной раз посещал меня. Однажды Феличи вышел, и смотреть за мной остались один мой ученик и одна служанка, которую звали Беатрич. Я спросил этого ученика, что сталось с этим Ченчо моим служкой, и что значит, что я ни разу его не видел по моим надобностям. Этот ученик сказал мне, что Ченчо был болен еще тяжелее, чем я, и что он при смерти. Феличи им велел не говорить мне об этом. Когда он мне это сказал, я чрезвычайно огорчился. Затем позвал эту сказанную служанку Беатрича, пистойку, и попросил ее, чтобы она принесла мне полной чистой и свежей воды большой хрустальный холодильник, который стоял тут же рядом. Эта женщина сейчас же сбегала и принесла мне его полным. Я ей сказал, чтобы она поднесла мне его ко рту, и что если она даст мне отпить глоток по моему вкусу, я ей подарю платье. Эта служанка, которая у меня украла кое-какие вещицы некоторой стоимости, из страха, как бы не раскрылась по краже, была бы очень рада, если бы я умер. И поэтому она дала мне отпить этой воды в два приема, сколько я мог, так что я, наверное, и выпил больше бутыли. Затем я накрылся и начал потеть, и уснул. Феличия, вернувшись после того, как я проспал, должно быть, около часа, спросил мальчика, что я делаю. Мальчик ему сказал, я не знаю. Беатричия принесла ему этот холодильник, полный воды, и он его почти весь выпил. Теперь я не знаю, умер он или жив. Говорят, что этот бедный юноша чуть не рухнул наземь от великого огорчения, которое ему было. Затем взял здоровенную палку и принялся ею отчаянно колотить эту служанку, говоря, ах, изменница, ты мне его убила, пока Фелич колотил, а она кричала, а я видел сон, и мне казалось, что у этого старика в руке веревки. И когда он хотел собраться, чтобы меня взять, Феличия его настиг и ударил его топором, так что этот старик побежал, говоря, дай мне уйти, и я долго сюда не приду. Тем временем Беатрича, громко крича, вбежала ко мне в комнату, поэтому, проснувшись, я сказал, оставь ее, потому что, может быть, чтобы мне и повредить, она мне так помогла, что ты при всех твоих стараниях никогда не мог сделать ничего из того, что она сделала все. Придите мне помочь, потому что я вспотел, и поторопитесь. Воспрянул Феличия духом, обтер меня и помог мне. И я, который чувствовал превеликое улучшение, посурил себе здоровье. Когда явился маэстро Франческо и увидел великое улучшение, и что служанка плачет, а ученик бегает взад и вперед, а Феличия смеется, то этот переполох навел врача на мысль, что тут произошел какой-то необычайный случай, так что он и был причиной этого моего великого улучшения. Тем временем явился тот, другой, маэстро Бернардино, который сначала не хотел мне пускать кровь. Маэстро Франческо, искуснейший человек, сказал, «О могущество природы!» Она знает, чего ей надо, а врачи ничего не знают. Тотчас же ответил этот пустомеле маэстро Бернардино и сказал, «Если бы он выпил еще бутыль, он сразу был бы здоров». Маэстро Франческо де Норче, человек старый и с большим весом, сказал, «Он бы погиб, чего дай вам Бог!» И потом обратился ко мне и спросил меня, «Мог ли бы я выпить больше?» На что я сказал, что нет, потому что я вполне утолил жажду. Тогда он обернулся к сказанному маэстро Бернардино и сказал, «Вы видите, что природа взяла ровно столько, сколько ей нужно было, ни больше, ни меньше. И она точно так же требовала, чего ей надо, когда бедный юноша просил вас пустить ему кровь. Если вы знали, что теперь его спасение было в том, чтобы выпить две бутыли воды, отчего вам было сразу не сказать. И ваша была бы заслуга». При этих словах врачишка ушел, ворча, и больше уже не показывался. Тогда маэстро Франческо сказал, чтобы меня взяли из этой комнаты и чтобы меня распорядились перенести на который-нибудь из римских холмов. Кардинал Корнару, услыхав, что мне лучше, велел перенести меня в одну свою усадьбу, которая у него была на Монте-Кавалло. В тот же вечер меня с большой заботливостью перенесли в носилках, хорошо укутав и усадив. Едва я прибыл, как меня начало рвать. С каковой рвотой у меня вышел из желудка волосатый червь величиной с четверть локтя. Волосы были длинные, и червь был мерзейший в разноцветных пятнах, зеленых, черных и красных. Его сохранили для врача, каковой сказал, что никогда не видел ничего подобного, и потом сказал Феличи, теперь позаботься о твоем Бенвенуте, который выздоровел, и не давай ему чинить беспутств, потому что, хоть это его и спасло, всякое другое беспутство его теперь убило бы тебе. Ты сам видишь, болезнь была такая великая, что если бы мы собрались его соборовать, мы бы не поспели. Теперь я вижу, что при некотором терпении и времени он еще создаст новые прекрасные произведения. Потом обернулся ко мне и сказал, «Мой Бенвенуте, будь умницей и не чини никаких беспутств, и когда ты поправишься, я хочу, чтобы ты сделал мне Богоматерь твоей руки, потому что я хочу всегда молиться ей за тебя». Тогда я обещал ему это. Потом я его спросил, хорошо ли будет, если я перееду во Флоренцию. Тогда он мне сказал, чтобы я сперва немного окреп, и что надо еще посмотреть, как действует природа. Глава 86 По прошествии недели улучшение было такое малое, что я самому себе стал почти что в тягость, потому что я больше пятидесяти дней пребывал в этом великом мучении, и решившись, я снарядился, и в паре коробов мой дорогой Феличи и я отправились во Флоренцию. Короб, двух- или четырехколесная повозка, со съемным верхом бывшая в ходу в Тоскане. И так как я ничего не написал, то я прибыл во Флоренцию в дом моей сестры, где был этой сестрой и оплакан, и осмеян за раз. В этот день меня пришли повидать многие мои друзья. Среди прочих Пьер Ланди, который был наибольший и самый дорогой, какой у меня когда-либо был на свете. На другой день пришел некий Никколо Дамонте Агуто, каковой был превеликий мой друг. И так как он слышал, как герцог говорил Бен Вен Минута, сделал бы гораздо лучше, если бы умер, потому что он сюда приехал, чтобы угодить в петлю, и я никогда ему не прощу, то, придя ко мне, Никколо с отчаянием мне сказал, увы, Бен Никколо, напомните его светлости, что то же самое уже хотел со мной сделать папа Клемент, и так же несправедливо. Пусть он велит следить за мной и даст мне поправиться, потому что я докажу его светлости, что я всегда был ему самым верным слугой, какой у него когда-либо будет во всю его жизнь. И так как какой-нибудь мой враг оказал из зависти эту скверную услугу, то пусть он подождет моего выздоровления, и когда я смогу, я дам ему такой отчет обо мне, что он изумится. Эту скверную услугу оказал Джорджетто Васселарио, аретинец, живописец, быть может в награду за столько благодеяний ему оказанных. Джорджо Вазари, 1511-1574 живописец и архитектор, автор знаменитых жизнеописаний. Челлини упоминает о нем без большой симпатии. Вазари же оценивает Челлини куда беспристрастнее и объективнее. Достаточно сослаться на прекрасное тондо с изображением Челлини, написанное Вазари для Палаццо Веккио во Флоренции. Ибо я содержал его в Риме и давал ему на расходы, а он поставил мне вверх дном весь дом, потому что у него была эдакая сухая проказочка, которая ему извела руки вечным чесанием, и когда он спал с одним славным подмастерьем, который у меня был, которого звали Манно, думая, что он чешет себя, он ободрал ногу сказанному Манно этими своими грязными ручищами, на каковых он никогда не стриг себе ногтей. Манно с Барри флорентийский ювелир приятель Вазари Сказанный Манно взял у меня расчет и хотел его убить во что бы то ни стало. Я их помирил. Потом я устроил этого Джорджо кардиналу де Медичи и всегда ему помогал. За это в награду он и сказал герцогу Лиссандро, будто я говорил дурное про его светлость и будто я хвастал, что хотел бы первым взойти на стены Флоренции вместе с врагами его светлости изгнанниками. Эти слова, как я узнал потом, ему велел сказать этот благородный человек от Тавиано де Медичи, желая отомстить за то, что герцог на него рассердился из-за монет и из-за моего отъезда из Флоренции. Но я, который был неповинен в этой взведенной на меня напраслине, ничуть не испугался. И отменный маэстро Франческо до Монте-Варки с превеликим искусством меня лечил, а привел его мой дорожайший друг Лука-Мартини, каковой большую часть дня проводил со мной. Франческо что случилось по прошествии двух недель, хоть я и не мог ступать ногами, я велел себя отнести во дворец Медичи, наверх, где маленькая терраса. Так я велел себя посадить, чтобы подождать герцога, пока он пройдет. И, подходя со мной беседовать, многие мои придворные друзья весьма удивлялись, что я взял на себя такое беспокойство и велел принести себя этим способом, будучи от болезни в таком плохом состоянии. Говоря мне, что я бы должен сначала подождать, пока буду здоров, а потом уже представиться герцогу. Их собралось много, и все смотрели на меня как на чудо, не только потому, что они слышали, что я умер, но еще больше казалось им чудом, что я кажусь им мертвецом. Тогда я сказал в присутствии всех, как какой-то гнусный негодяй, сказал моему господину герцогу, будто я хвастал, что хотел бы первым взойти на стены его светлости, и затем будто я говорил дурное про него. Поэтому у меня не хватает духу ни жить, ни умереть, если я сначала не очищусь от этого позора, и узнать, кто тот дерзкий негодяй, кто сделал этот ложный донос. При этих словах собралось большое количество этих вельмож, и так, как они выказывали, что имеют ко мне превеликое сочувствие, и один говорил одно, а другой другое, то я сказал, что ни за что не желаю уйти отсюда, пока не узнаю, кто тот, кто меня обвинял. При этих словах подошел среди всех этих вельмож маэстро Агустино, герцогский портной, и сказал, «Если ты только это хочешь узнать, то сейчас узнаешь». Как раз проходил вышесказанный Джорджо, живописец. Тогда маэстро Агустино сказал, «Вот кто тебя обвинял. Теперь можешь узнать сам, правда это или нет». Я смело, при том, что я не мог двигаться, спросил Джорджо, правда ли это. Сказанный Джорджо сказал, что нет, что это неправда, и что он никогда этого не говорил. Маэстро Агустино сказал, «Ах, висельник, или ты не знаешь, что я это знаю, наверное?» Тот час же Джорджо ушел и сказал, что нет, что это не он. Прошло малое время, и вышел герцог. Тут я сразу же велел приподнять меня перед его светлостью, и он остановился. Тогда я сказал, что я явился сюда этим способом, единственно, чтобы оправдаться. Герцог посмотрел на меня и удивился, что я жив. Потом сказал мне, чтоб я старался быть честным человеком и выздороветь. Когда я вернулся домой, Никколо Дамонте Агуто пришел меня проведать и сказал мне, что я избежал одной из гроз величайшей на свете, которой бы он никогда не поверил, потому что он видел мою беду, написанную непреложными чернилами, и чтобы я старался поскорее поправиться, а потом уезжал себе с Богом, потому что она идет из такого места и от человека, который сделал бы мне худо. И, сказав, берегись, он мне сказал, чем ты досадил этому мерзавцу от Тавиано до Медичи? Я ему сказал, что я ему никогда ничем не досаживал, а что он мне досаждал изрядно. И когда я ему рассказал весь случай с монетным двором, он мне сказал, уезжай с Богом как можно скорее, и будь покоен, потому что скорее, чем ты думаешь, ты увидишь себя отомщенным. Я старался поправиться, дал наставление Пьетро Паголо насчет чеканки монет, потом уехал с Богом, возвращаясь в Рим, не сказав ни герцогу и никому. Глава восемьдесят восьмая Прибыв в Рим и много повеселившись с моими друзьями, я начал герцогскую медаль. И уже сделал в несколько дней голову на стали, лучшая работа, которую я когда-либо делал в этом роде, и ко мне заходил каждый день по меньшей мере раз некий дурачина по имени мессер Франческо Садерини, флорентийский изгнанник, противник Медочи. И, видя, что я делаю, много раз мне говорил, ах, изверг, так ты хочешь нам обессмертить этого бешеного тирана, а так, как ты никогда еще не делал ничего прекраснее, то поэтому видно, что ты наш заклятый враг, и такой уж их друг, хоть и папа, и они дважды хотели тебя без вины повесить, то были отец и сын, теперь берегись святого духа. Считали за верное, что герцог Лессандро был сыном папы Климента. Такова была всеобщая молва. На самом же деле герцог Алессандро был побочным сыном Пьетро, в свою очередь побочного сына Лоренцо Великолепного. Еще говорил сказанный миссер Франческо и клялся определенно, что если бы он мог, то он бы у меня украл эти чеканы от этой медали. На что я сказал, что он хорошо сделал, что сказал мне это, и что я их так буду беречь, что он никогда больше их не увидит. Я дал знать во Флоренцию, чтобы сказали Лоренцино, чтобы он мне прислал оборот медали. Никколо Дамонте Агута, которому я написал, написал мне так, говоря мне, что спрашивал об этом этого сумасшедшего меланхолического философа Лоренцино, каково ему сказал, что днем и ночью ни о чем другом не думает, и что он это сделает, как только сможет. Однако он мне сказал, чтобы я не возлагал надежды на его оборот, и чтобы я сделал таковой сам по собственному моему измышлению, и что когда я его кончу, чтобы я свободно принес его герцогу, и благо мне будет. Сделав рисунок оборота, который казался мне подходящим и со всем усердием, с каким я мог, я подвигал его вперед. Но так как я еще не оправился от этой непомерной болезни, я находил великое удовольствие в том, чтобы ходить на охоту с моей пищалью вместе с этим моим дорогим Феличи, каковой ничего не умел делать в моем искусстве, но так как постоянные дни и ночи мы бывали вместе, то всякий воображал себе, что он весьма превосходен в искусстве. Поэтому, так как он был большой забавник, мы тысячу раз с ним смеялись над этой великой славой, которую он приобрел. А так как его звали Феличи Гуаданьи, то он говорил Балагури со мной, мне бы следовало называться Феличи Гуаданьи Поко, если бы вы не помогли мне приобрести столь великую славу, что я могу именовать себя Гуаданьи Ассайи. Игра слов имя Гуаданьи и глагол Гуаданьяры зарабатывать, то есть зарабатываешь плохо, зарабатываешь хорошо, или называться бедняком, именовать себя богачом. А я ему говорил, что есть два способа зарабатывать. Первый это когда зарабатываешь для себя, а второй это когда зарабатываешь для других. Так что я хвалю в нем гораздо больше этот второй способ, нежели первый, потому что он заработал мне жизнь. Эти разговоры бывали у нас много и много раз, но среди прочих однажды в крещение, когда мы с ним были возле Мальяны и уже почти кончался день. В каковой день я убил из своей пищали весьма изрядно уток и гусей. И так как я почти решил не стрелять больше, то засветло мы повернули поспешно к Риму. Возле Мальяны замок в окрестностях Рима, куда папы наезжали частенько на охоту. Позвав свою собаку, каковую я звал по имени Барукко, не видя ее перед собой, я обернулся и увидел, что сказанная ученая собака делает стойку над некоими гусями, которые уселись в канаве. Поэтому я тотчас же слез, изготовив свою добрую пищаль, я очень издалека по ним выстрелил и попал в двоих одной пулей. Потому что я никогда не желал стрелять иначе, как одной пулей, каковой я стрелял на 200 локтей и по большей части попадал, а другими способами нельзя этого сделать. Так что когда я попадал в обоих гусей, один почти что мертвый, а другой раненый. И так как раненый кое-как летал, то моя собака за ним погналась и принесла его мне, а другого, видя, что он погружается в канаву, я к нему бросился. Полагаясь на свои сапоги, которые были очень высокие, подавши ногу вперед, подо мной расступилась почва. Хотя гуся я и достал, сапог у меня на правой ноге был весь полон воды. Подняв ногу в воздух, я слил воду, и, сев на коней, мы торопились вернуться в Рим. Но так как было очень холодно, то я чувствовал, что у меня так леденеет нога, что я сказал Феличи, нужно помочь этой ноге, потому что я больше не вижу способа, чтобы можно было это терпеть. Добрый Феличи, ни слова не говоря, слез с коня и набрав чертополоху и сучьев, и приготовившись развести огонь, в то время как я ожидал, положив руки промеж грудных перьев этих самых гусей, и почувствовал великое тепло. Поэтому я не дал разводить никакого огня, а наполнил этот мой сапог этими гусиными перьями, и сразу же почувствовал такое облегчение, что ожил. Глава восемьдесят девятое. Сев на коней, мы торопливо ехали по направлению к Риму. Когда мы въехали на некий небольшой бугор, а уже настала ночь, и взглянули в сторону Флоренции, то оба мы за раз издали великий крик изумления, говоря, «О, Боже небесный, что это за великое дело такое видно над Флоренцией?» Сказано для пущего драматического эффекта. Уж слишком сильно Челлини уменьшает расстояние. Это было как бы большое огненное бревно, каковое искрилось и издавало превеликий блеск. Я сказал Фелич, «Наверное, завтра мы услышим, какое-нибудь великое дело случилось во Флоренции». Так приехали мы в Рим. Тьма была превеликая, и когда мы подъезжали к банке, и к нашему дому, подо мной была лошадка, которая шла иноходью во всю прыть, так что, благо, за день посреди улицы образовалась груда щебня и битой черепицы, то эта моя лошадка, не видя этой груды, да и я тоже, со всей своей прыти на нее взбежала, затем, спускаясь, перекинулась, словно кувыркнувшись, сунула голову мешнок, так что я единственно божьей силой не причинил себе ни малейшего вреда. Вынесли огни от соседей на этот великий шум, а я, который уже вскочил на ноги, так, не садясь уже больше, побежал домой, смеясь, что избежал случая сломать себе шею. Придя домой, я там застал некоторых моих друзей, каковым, пока мы вместе ужинали, я им рассказал злоключение на охоте и эту чертовщину с огненным бревном, которую мы видели, каковы и говорили, что-то завтра это будет значить. Я сказал, какая-нибудь новость непременно случилась во Флоренции. Так приятно прошел ужин, а на следующий день вечером пришло в Рим известие о смерти герцога Лессандро. Герцог был убит Лоренцино в ночь с 5 на 6 января 1537 года. Поэтому многие мои знакомые приходили ко мне говоря, ты верно говорил, что над Флоренцией содеется какое-нибудь великое дело. В это время подъезжал в припрыжку на своем мулишке этот мессер Франческо Содерини. Смеясь на ходу громко, как сумасшедший, он говорил, это и есть оборот медали этого преступного тирана, который тебе обещал твой Лоренцино де Медичи. И потом добавлял, ты нам хотел обессмертить герцогов, мы не желаем больше герцогов. И тут он начал издеваться надо мной, как бы если я был главой какого-нибудь из этих толков, которые делают герцогов. Тут подоспел некий Бачо Беттини, у которого была головище как кузов, и он тоже стал надо мной издеваться насчет этих герцогов, говоря мне, мы их разгерцоговали, и у нас больше герцогов не будет, а ты нам хотел их сделать бессмертными со многими такими нудными словами. Каковы я чересчур мне надоев, я им сказал, о, дурачье, я бедный золотых дел мастер, который служу тому, кто мне платит, а вы надо мной издеваетесь, как если бы я был глава партии, но я из-за этого не стану попрекать вас ненасытностью, безумствами и никчемностью ваших предков, но я все-таки говорю на этот ваш дурацкий смех, что не пройдет и двух или трех дней, самое большее, как у вас будет новый герцог, может быть, куда хуже этого прежнего. На следующий затем день пришел ко мне в мастерскую этот беттини и сказал мне, незачем и тратить деньги на гонцов, потому что ты все знаешь раньше, чем оно случится. Какой дух тебе это говорит? И он мне сказал, что Козимо де Медичи, сын сеньора Джованни, избран герцогом. 9 января 1537 года Но что он избран на некоих условиях, каковые будут его сдерживать, так, чтобы он не мог порхать по-своему? Тогда довелось и мне посмеяться над ними, и я сказал. Эти люди во Флоренции посадили юношу на изумительного коня, потом надели ему шпоры и дали ему в руку поводья на полную волю, и поставили его на прекраснейший луг, где и цветы, и плоды, и всевозможные услады, потом сказали ему, чтобы он не переступал некоих назначенных пределов. Теперь вы мне скажите, кто тот человек, который сможет его удержать, когда он захочет их переступить? Нельзя давать законов тому, кто их хозяин. Так они от меня отстали и больше мне не надоедали. Глава девяностая Занявшись своей мастерской, я продолжал кое-какие мои работы, не то чтобы большой важности, потому что я был занят восстановлением здоровья, и мне казалось, что я все еще не оправился от великой болезни, которую я перенес. В это время император возвращался победоносно из тунистского похода, и папа послал за мной, и со мной советовался какого рода пристойный подарок, я бы ему посоветовал поднести императору. Здесь Челлини допускает хронологическую ошибку. Карл V появился в Италии в 1535 году после тунисского похода, а герцог Александро был убит в 1537 году. На что я сказал, что самым подходящим мне казалось бы поднести его величеству золотой крест с Христом, к каковому я почти что сделал убранство, каковой был бы весьма подходящим и сделал бы превеликую честь его святейшеству и мне. Потому что я уже сделал три золотых фигурки, круглых величиною около пяди. Эти сказанные фигуры были те самые, которые я начал для чаши папы Климента. Они были изображены для веры, надежды и любви. Поэтому я прибавил из воска все остальное подножие сказанного креста, и отнеся его к папе с Христом из воска и со множеством прекраснейших украшений, удовлетворил папу весьма. И прежде, чем я ушел от его святейшества, мы договорились обо всем, что нужно было сделать, и затем исчислили стоимость сказанной работы. Это было вечером, в четыре часа ночи. Папа верил мессер Латино Ювенале, чтобы он распорядился дать мне денег на следующее утро. Захотелось сказанному мессер Латино, у которого была изрядная сумасшедшая жилка, дать папе новый замысел, каковое исходил бы только от него. Так что он расстроил все, что было налажено, и утром, когда я вздумал прийти за деньгами, сказал с этой своей скотской заносчивостью, «Наше дело быть изобретателями, а ваши исполнителями. Прежде чем я ушел вчера от папы, мы придумали нечто гораздо лучшее». На каковые первые же слова, не давая ему идти дальше, я сказал, «Ни папе, ни вам никогда не выдумать ничего лучшего, чем то, где участвует Христос, а теперь можете говорить всю придворную чепуху, какую знаете». Не говоря ни слова больше, он ушел от меня во гневе и старался дать сказанную работу другому золотых делмастеру, «Но папа не захотел и тотчас же послал за мной и сказал мне, что я хорошо сказал, но что они хотят воспользоваться молитвенничком Мадонне, каковой был изумительно расписан и который обошелся кардиналу де Медичи, чтобы его расписать в две с лишним тысячи скудо». Молитвенничком Мадонне сборник молитв Деве Марии И он был бы подходящим, чтобы сделать подарок императрице, а что императору они потом сделают то, что предполагал я, что поистине будет достойным его подарком. Но это делается потому, что мало времени, так как император ожидается в Рим через полтора месяца. К сказанной книге он хотел сделать оклад массивного золота, богато отделанный и украшенный множеством драгоценных камней. Камни стоили около шести тысяч скудо, так что, когда мне дали камни и золото, я принялся за сказанную работу и, торопя ее, в несколько дней придал ей такую красоту, что папа изумлялся и оказывал мне величайшие милости с уговором, что эта скотина и венали не будет ко мне подступаться. Когда сказанная работа была у меня близка к концу, явился император, для какового было сделано много чудесных триумфальных ворот, и, прибыв в Рим с изумительной пышностью, а каковой придется писать другим, потому что я хочу говорить только о том, что касается меня, при своем прибытии он тотчас же подарил папе алмаз, каковой он купил за двенадцать тысяч скуда. этот алмаз папа за мной послал и дал мне его, чтобы я ему сделал перстень по мерке пальца его святейшества, но что он хочет, чтобы я сначала принес книгу в том виде, как она есть. Явился император в апреле 1536 года. Принеся книгу к папе, я весьма его удовлетворил. Затем он советовался со мной, какое извинение можно было бы подыскать перед императором, которое бы годилось в том, что эта сказанная работа не закончена. Тогда я сказал, что годится то извинение, что я скажу о своем недомогании, каковому его величество весьма легко поверит, видя меня таким худым и темным, как я есть. На это папа сказал, что это ему очень нравится, но чтобы я присовокупил от имени его святейшества, поднося ему книгу, что подношу ему и самого себя. И он мне сказал весь способ, как я должен держаться, слова, какие я должен сказать, каковые слова, я их сказал папе, спросив его, нравится ли ему, если я скажу так. И он мне сказал, ты слишком хорошо скажешь, если у тебя хватит духу говорить таким же образом с императором, как ты говоришь со мной. Тогда я сказал, что с гораздо большей уверенностью у меня хватит духу говорить с императором, ибо император ходит одетым, как хожу я, и мне будет казаться, будто я говорю с человеком, который создан, как я. Чего со мной не бывает, когда я говорю с его святейшеством, в каковом я вижу гораздо больше божественности, как из-за церковных убранств, каковые мне являют как бы некое сияние, так и вместе с прекрасной старостью его святейшества. Все это внушает мне больший трепет, чем то, что есть императора. На эти слова папа сказал, ступай, мой бенвенута, ты молодец, сделай нам честь, и благо тебе будет. Глава девяносто первая Велел папа приготовить двух турецких коней, каковые принадлежали папе Клименту, и были они прекраснее всех, когда-либо приходивших в христианский мир. Этих двух коней папа велел мессер Дуранте своему камерарию, чтобы он привел их вниз в коридоры дворца и там вручил их императору, сказав некие слова, которые он ему велел. Дуранте Дуранте Брешаанец в 1544 году Павел Третий сделал его кардиналом. Мы спустились вниз вместе, и когда мы явились перед императора, эти два коня вошли с такой величавостью и с таким изяществом по этим комнатам, что и император, и все изумлялись. Тут выступил вперед сказанными сэр Дуранте таким неуклюжим образом и с какими-то своими брешийскими словами, причем язык заплетался у него во рту, что ничего хуже никогда не было ни виданно, ни слышно. Обычный прием бенвенута, желая выставить себя в наилучшем свете, он часто прибегает к очернению других. Император даже усмехнулся немного. Тем временем я уже развернул сказанную мою работу, и, видя, что император весьма благоволительно обратил глаза в мою сторону, я, тотчас же выступив вперед сказал, священное величество, наш святейший папа Павел шлет эту книгу Мадонны для подношения вашему величеству, каковая написана от руки и расписана рукой величайшего человека, который когда-либо занимался этим художеством. Работа миниатюриста и гравера Винченцо Раймонди А этот богатый оклад из золота и драгоценных камней столь незакончен по причине моего недомогания. Поэтому его святейшество вместе со сказанной книгой преподносит также и меня, и чтобы я следовал за вашим величеством кончать ему его книгу. И, кроме того, во всем, что оно пожелало бы сделать, да то ли, пока я жив, я бы ему служил. На это император сказал, книге я рад, и вам также. Но я хочу, чтобы вы мне ее кончили в Риме, а когда она будет кончена, а вы здоровы, привезите ее мне и приходите ко мне. Затем, беседуя со мной, он назвал меня по имени, так что я изумился, потому что не попадалось слов, где бы встречалась мое имя. И он мне сказал, что видел эту застежку для Ризы папа Климента, где я сделал столько удивительных фигур. Так мы тянули разговор целых полчаса, говоря обо многих разных вещах, все художественных и приятных. И так как мне казалось, что я вышел из этого с гораздо большей честью, чем я ожидал, то, когда разговор немного замер, я откланялся и ушел. Император было слышно, как сказал, пусть дадут бенвенута пятьсот золотых скуда сейчас же. Так что тот, кто их принес, спросил, кто тот папский человек, который говорил с императором. Выступил вперед миссер Дуранте, каковой у меня и похитил мои пятьсот скуда. Я пожаловался на это папе, и тот сказал, чтобы я не беспокоился, что он знает все, как я хорошо себя держал, говоря с императором, и что из этих денег я получу свою долю во всяком случае. Глава девяносто вторая Вернувшись к себе в мастерскую, я принялся с великим усердием кончать перстень к алмазу. Для чего мне были присланы четверо первейшие ювелиры Рима? Потому что папе было сказано, что этот алмаз оправлен рукою первейшего ювелира в мире, в Венеции, какового звали маэстро Миллиано Таргетта. И так как этот алмаз немного тонок, то это дело слишком трудное для того, чтобы делать его без великого совета. Маэстро Миллиано Таргетта Челлини упоминает его в своих трактатах. Я был рад этим четырем людям ювелирам, среди каковых был один миланец по имени Гайо, Джованни Пьетро Морлиано из Милана. Пользовался при папском дворе почетом и уважением. По всей вероятности, он был очень опытным ювелиром, а не просто самой заносчивой скотиной на свете, как оттестует его Челлини. Это была самая заносчивая скотина на свете и тот, который знал меньше всех. А ему казалось, что он знает больше всех. Остальные были скромнейшие и искуснейшие люди. Этот Гайо перед всеми начал говорить и сказал, надо сохранить Миллианову блесну, и перед ней, Бенвенута, ты снимешь шляпу, потому что, как подсвечивание алмаза самое прекрасное и самое трудное дело, какое имеется в ювелирном искусстве, так Миллиану величайший ювелир, который когда-либо был на свете, а это самый трудный из алмазов. Тогда я сказал, что тем больше славы мне сразиться с таким искусным человеком в таком художестве. Затем я обернулся к остальным ювелирам и сказал, вот я сохраняю Миллианову блесну и попробую, не выйдет ли у меня лучше. Если нет, то мы этой самой его опять и подсветим. этот скотский гайо сказал, что если я ее сделаю так же, то он готов снять перед нею шляпу. На что я сказал, значит, если я ее сделаю лучше, то она заслуживает двух взмахов шляпы. Да, говорит. И так я начал делать свои блесны. Я принялся с превеликим старанием делать блесны, каковые в своем месте я научу, как они делаются. Правда, что сказанный алмаз был самый трудный, какой когда-либо и раньше и потом мне попадался, а эта Миллианова блесна была мастерски сделана. Однако же она меня не испугала. Навострив свой ум, я сделал так, что не то, чтобы сравняться с ней, но и намного ее превзошел. Затем, увидав, что я его победил, я стал стараться победить самого себя и по новому способу сделал блесну, которая была куда лучше той, что я было сделал. Затем я велел позвать ювелиров и, подсветив алмаз Миллиановой блесной, потом, хорошенько его почистив, подсветил его своей собственной. Когда я показал его ювелирам, один первейший искусник среди них, какового звали Рафаэль Дель Моро, взяв алмаз в руку, сказал Гайо, «Бенвенута» превзошел Миллианову блесну. Гайо, который не хотел этому верить, взяв алмаз в руку, сказал, «Бенвенута», «Этот алмаз на две тысячи дукатов дороже, чем с Миллиановой блесной». Тогда я сказал, «Раз я победил Миллиану, посмотрим, могу ли я победить самого себя». И, попросив их, чтобы они подождали меня немного, я ушел в один свой чуланчик, и в их отсутствие перецветил алмаз, и когда я вынес его ювелиром, Гайо сразу же сказал, «Это самое изумительное из всего, то, что я когда-либо видел за все время своей жизни, потому что этот алмаз стоит больше восемнадцати тысяч скуда, тогда как мы только что оценивали его в двенадцать». Остальные ювелиры, обернувшись к Гайо, сказали, «Бенвенута слава нашего искусства, и по заслугам, и перед его блеснами, и перед ним мы должны снять шляпы». Гайо тогда сказал, «Я хочу пойти сказать об этом папе, и хочу, чтобы он получил тысячу золотых скуда за оправу этого алмаза». И, побежав к папе, все ему рассказал. Поэтому папа три раза в день посылал узнать, готов ли перстень. Затем в двадцать три часа я понес перстень. И так как дверь для меня не запиралась, то, приподняв это к осторожно портьеру, я увидел папу вдвоем с маркизом Дель Гуасто, каково и должно быть, понуждал его к чему-то такому, чего тот не хотел делать, и я слышал, как он сказал маркизу, «Я вам говорю нет, потому что мне надлежит не вмешиваться и только». С маркизом Дель Гуасто Альфонсо Давалос, маркиз Дель Васто, командующий войсками Карла Пятого и губернатор Милана. Пытался склонить папу к выступлению против Франции, но не преуспел в этом. Я быстро отступил назад, но папа сам меня позвал. Тогда я быстро вошел, и когда я подал ему в руку этот красивый алмаз, папа отвел меня в сторону, алмаз. Маркиз оставался стоять в стороне, прислонившись к тканой шпалере, и корчился то на одной ноге, то на другой. Тема этого разговора была такая важная, если хотеть сказать ее хорошо, что можно было бы разговаривать целых три часа. Папа находил в этом столь великое удовольствие, что оно превосходило неудовольствие, которое у него было от маркиза, что он тут стоит. Я, который примешал к разговорам ту долю философии, какая полагается в этом художестве, так что, когда я побеседовал таким образом около часу, маркизу надоело, и он почти что в гневе ушел. Тогда папа учинил мне самые задушевные ласки, какие только можно себе представить, и сказал «Подожди, мой бенвенута, и я дам тебе иную награду за твои таланты, чем та тысяча скуда, которая мне сказал Гаю, что заслуживает твой труд». И когда я ушел, папа хвалил меня в присутствии этих своих приближенных, среди каковых был этот латино ювенали, о котором я недавно говорил, каковой, став моим врагом, старался со всяческим усердием мне досадить. И, видя, что папа говорит обо мне с такой приязнью и силой, сказал, «Нет никакого сомнения, что бенвенута человек изумительных дарований. Но если даже всякий человек естественно готов больше любить своих земляков, чем других, то все следовало бы хорошенько соображать, каким образом надлежит говорить о папе». Ему довелось сказать, что папа Климент был прекраснейший государь, какой когда-либо бывал, и столь же даровитый, но только неудачливый, и говорит, что ваше святейшество как раз наоборот, и что эта тиара плачет у вас на голове, и что вы похожи на разодетый сноп соломы, и что ничего-то в вас нет, кроме удачи. Эти слова были такой силы, сказанные тем, кто отлично умел их сказать, что папа им поверил. Я же не только, чтобы их сказать, но и в разум мне ничего подобного никогда не приходило. Если бы только папа с честью мог, то он досадил бы мне величайшим образом, но как человек величайшего ума, он сделал вид, что смеется этому. Тем не менее, он затаил в себе такую великую ненависть ко мне, что это было нечто неописуемое, и я начал это замечать, потому что я уже не входил в комнаты с тою легкостью, как прежде, а даже с превеликим затруднением, а так, как я уже много лет бывал при этих самых дворах, то я догадался, что кто-то такой оказал мне скверную услугу, и когда я ловко расспросил, то мне все рассказали, но только мне не сказали, кто это был, а я не мог догадаться, кто бы это сказал, потому что если бы я это знал, я бы отомстил поверх головы. Глава 93 Я был занят тем, что кончал свою книжку, и когда я ее кончил, я отнес ее папе, каковой поистине не мог удержаться от того, чтобы не похвалить мне ее превесьма. На что я сказал, чтобы он послал меня отвезти ее, как он мне обещал. Папа мне ответил, что он сделает так, как сочтет за благо сделать, а что я сделал то, что полагалось мне, и отдал распоряжение, чтобы мне хорошо заплатили. На этих работах за два с небольшим месяца я заработал пятьсот скуда. За алмаз мне заплатили в размере полутораста скуда и только. Все остальное было мне дано за отделку этой книжки, каковая отделка заслуживала больше тысячи, потому что это была работа, богатая множеством фигур и листьев, и финифти, и камней. Я взял то, что мог получить, и вознамерился уехать себе с Богом из Рима. Тем временем папа послал сказанную книжку императору с одним своим внуком по имени Синьор Сфорца, каковой, когда преподнес книгу императору, император был ей весьма рад и тотчас же спросил про меня. Сфорца, Сфорца, сын Констанции Форнезе, побочной дочери Павла Третьего. Вступив на службу Карла Пятого, Сфорца стал начальником всей императорской кавалерии. Молоденький Синьор Сфорца, наученный сказал, что так, как я болен, то я не поехал. Все это мне пересказали. Между тем, я снарядился, чтобы ехать во Францию, и хотел ехать совсем один, но не мог, потому что один молодой юноша, который у меня жил, какового звали Асканио, этот юноша был возраст очень нежного и был самый удивительный слуга, который когда-либо бывал на свете. И когда я его взял, он ушел от одного своего хозяина, которого звали Франческо, который был испанец и золотых делмастер. Асканио даймари сопровождал Челлини в Париж, где и остался, сделав карьеру. Я, которому не хотелось брать этого юношу, чтобы не затевать ссоры со сказанным испанцем, сказал Асканио, не хочу тебя, чтобы не обижать твоего хозяина. Он сделал так, что его хозяин написал мне записку, чтобы я свободно его брал. Так он жил у меня много месяцев. И так как он явился худой и бледный, то мы его звали старичком. Да я и думал, что это старичок, потому что он служил так хорошо. И так как он был такой умный, то казалось невозможным, чтобы в тринадцать лет, как он говорил, что ему было, могло быть столько разума. И так, чтобы вернуться. Он в эти несколько месяцев нагулял тело, и, оправившись от лишений, стал самым красивым юношей в Риме. И так как он был такой хороший слуга, как я сказал, а также потому, что он удивительно успевал в искусстве, я возымел к нему превеликую любовь, как к сыну, и одевал его, как если бы он был мне сыном. Когда юноша увидел, что он оправился, он счел, что ему очень повезло, что он попал мне в руки. Он часто ходил благодарить своего хозяина, который был причиной его великого благополучия. А так как у этого его хозяина жена была красивая молодуха, то она говорила, мышонок, что ты сделал, чтобы стать таким красивым? Так они его звали, когда он у них жил. Асканио ей ответил, мадонна Франческо, это мой хозяин сделал меня таким красивым и гораздо более добрым. Это ядовитенькое очень рассердилось, что Асканио так сказал. И так как она слыла женщиной бесстыдной, то она сумела приласкать этого юношу, быть может больше, чем допускает скромность. Поэтому я замечал, что этот юноша ходит чаще обычного повидать свою хозяйку. Случилось, что однажды он люто надавал колотушек одному ученику в мастерской, каковой, когда я пришел, потому что я уходил, то сказанный мальчик, плача, жаловался, говоря мне, что Асканио прибил его безо всякой причины. На каковые слова я сказал Асканио? С причины или без причины, но только чтобы ты у меня никого больше не бил в моем доме, не то увидишь, как умею бить я. Он стал мне отвечать. Тогда я вдруг накинулся на него и надавал ему кулаками и пинками самых жестоких колотушек, которые он когда-либо испытывал. Как только ему удалось уйти из моих рук, он, бесплощая шпаги, выбежал вон, и целых два дня я так и не знал где он, да и не старался узнать. Но только на третий день ко мне зашел поговорить один испанский дворянин, какового звали Дон Диего. Это был самый щедрый человек, которого я когда-либо знал на свете. Я ему делал и продолжал делать кое-какие работы, так что он был большим моим другом. Он мне сказал, что Асканио вернулся к прежнему своему хозяину, и что если это мне удобно, то чтобы я отдал ему его шапку и плащ, которые я ему подарил. На эти слова я сказал, что Франческо повел себя дурно, и что он поступил как человек дурно воспитанный, потому что если бы он мне сразу сказал, как только Асканио к нему ушел, что он у него в доме, то я бы весьма охотно его отпустил. Но так как он держал его у себя два дня и даже не дал мне об этом знать, то я не желаю, чтобы он у него жил, и пусть он устроится так, чтобы я ни в коем случае не видел его у него в доме. Дон Диего это передал, на что сказанный Франческо стал над этим потешаться. На следующее утро я увидел Асканио, который выделывал какие-то проволочные безделушки рядом со сказанным хозяином. Когда я проходил мимо, сказанный Асканио поклонился мне, а его хозяин меня чуть ли не высмеял. Он послал мне сказать через этого дворянина, Дон Диего, что если это мне удобно, то чтобы я вернул Асканио платье, которое я ему подарил. Если же нет, то ему все равно, и что у Асканио недостатка в платье не будет. При этих словах я обратился к Дон Диего и сказал «Сеньор Дон Диего, во всех ваших делах я никого не видал щедрее и порядочнее вас, но этот Франческо совершенно обратное тому, что вы есть, потому что он бесчестный нехрист. Скажите ему так от моего имени, что если пока не зазвонят к вечерне, он сам не приведет мне Асканио сюда, в мою мастерскую, то я его убью во что бы то ни стало. И скажите Асканио, что если он не уйдет оттуда в этот же час, уготованный его хозяину, то я сделаю с ним немногим меньше. На эти слова этот сеньор Дон Диего ничего мне не ответил, но ушел и напустил на сказанного Франческо такого страху, что тот не знал, что с собой и делать. Тем временем Асканио сходил за своим отцом, каковой приехал в Рим из Тальякоцци, откуда он был, и, услышав про этот переполох, он точно так же советовал Франческо, что тот должен отвезти Асканио ко мне. Франческо говорил Асканио, иди туда сам, и твой отец пойдет с тобой. Дон Диего говорил, Франческо, я предвижу какой-нибудь большой скандал, ты лучше моего знаешь, кто такой Бен-Венут, веди его смело, а я пойду с тобой. Я, который приготовился, расхаживал по мастерской, поджидая звонок вечерни, расположившись учинить одно из самых губительных дел, какие я за время своей жизни когда-либо учинял. Тут подошел Дон Диего, Франческо и Асканио, и отец, с которым я не был знаком. Когда Асканио вошел, а я на них смотрел на всех глазом гнева, Франческо цветом мертвенный сказал, вот я вам привел Асканио, какового я держал у себя, не думая вас обидеть. Асканио почтительно сказал, хозяин мой, простите меня, я здесь за тем, чтобы делать все, что вы мне прикажете. Тогда я сказал, ты пришел, чтобы доработать срок, который ты мне обещал. Он сказал, да, и чтобы никогда уже больше от меня не уходить. Тогда я обернулся и сказал тому ученику, которого он прибил, чтобы он подал ему этот сверток с платьем. А ему сказал, вот все то платье, что я тебе подарил, и с ним получай свободу и иди куда хочешь. Дон Диего стоял изумленный этим, потому что он ожидал совсем другого. Между тем, Асканио вместе с отцом упрашивал меня, что я должен его простить и взять к себе обратно. Тогда я спросил, кто это говорит за него. Он мне сказал, что это его отец. Каковому после многих просьб я сказал, и так, как вы его отец, то ради вас я беру его обратно. Глава девяносто четвертая решив, как я сказал немного раньше ехать во Францию, как потому, что я увидел, что папа обо мне уже не того мнения, что прежде, потому, что злые языки замутили мне мою великую службу, и из страха, чтобы те, кто мог, не сделали мне хуже, поэтому я расположился поискать другую страну, чтобы посмотреть, не найду ли и лучшей удачи, и охотно уезжал себе с Богом один. Решив однажды вечером ехать наутро, я сказал этому верному Феличи, чтобы он пользовался всем моим добром до моего возвращения, а если бы случилось, что я не вернусь, то я хотел, чтобы все было его. И так, как у меня был подмастерье перюджинец, каковой мне помогал кончать эти работы для папы, то этого я отпустил, заплатив ему за его труды. Подмастерье перюджинец Джироламо Паскуччи, тот самый, который обвинил Челлини в сокрытии папских драгоценностей во время разграбления Рима. Каковой мне сказал, что он меня просит, чтобы я ему позволил ехать со мной и что он поедет на свой счет. Что если случится, что я останусь работать у французского короля, то все же лучше будет, если у меня будут с собой свои же итальянцы и особенно такие люди, которые я знаю, что они могли бы мне помочь. Он так меня упрашивал, что я согласился взять его с собой тем способом, как он говорил. Асканио, находясь точно так же в присутствии этого разговора, сказал, чуть не плачь, «Когда вы взяли меня к себе обратно, я сказал, что хочу остаться у вас на всю жизнь и так и намерен сделать». Я ему сказал, что я этого не хочу ни в коем случае. Бедный юноша стал собираться, чтобы идти за мной пешком. Видя, что он принял такое решение, я взял лошадь также и для него, и, поместив ей один мой чемоданчик на круп, нагрузил себя гораздо большими причиндалами, чем то бы сделал, и, выехав из Рима 2 апреля 1537 поехал во Флоренцию, а из Флоренции в Болонию, а из Болонии в Венецию, а из Венеции поехал в Падую, где меня из гостиницы взял к себе этот дорогой мой друг, которого звали Альбертачо Дальбене. На другой день затем я пошел поцеловать руки мессер Пьетро Бембо, каково еще не был кардиналом. Знаменитый венецианский поэт и писатель. Павел Третий сделал его кардиналом в 1539 году. Сказанный мессер Пьетро учинил мне самые беспредельные ласки, какие только можно учинить на свете человеку. Потом обернулся к Альбертачо и сказал «Я хочу, чтобы Бенвенуто остался здесь со всеми своими людьми, хотя бы у него их было сто. Поэтому решайтесь, если вы тоже хотите Бенвенуто остаться здесь у меня, иначе я вам не хочу его отдавать». И так я остался услаждаться у этого даровитейшего сеньора. Он приготовил мне комнату, которая была бы слишком почетной и для кардинала, и постоянно хотел, чтобы я ел рядом с его милостью. Затем подошел со смиреннейшими разговорами, показывая мне, что имел бы желание, чтобы я его изобразил. И я, который ничего другого на свете и не желал, приготовив себе некий белейший гипс в коробочке, начал его. И первый день я работал два часа к ряду и набросал эту замечательную голову настолько удачно, что его милость остался поражен. И так как тот, кто был привелик в своих науках и в поэзии в превосходной степени, но в этом моем художестве его милость не понимал ничего решительно, то поэтому ему казалось, что я ее кончил, в то время, как я ее едва только начал. Так что я никак не мог ему объяснить, что она требует много времени, чтобы быть сделанной хорошо. Наконец я решил сделать ее насколько могу лучше, в тот срок, какой она заслуживает. А так как он носил бороду короткой, по-венециански, то мне стоило большого труда сделать голову, которая бы меня удовлетворяла. Все ж таки я ее кончил и считал, что сделал лучшую работу, какую когда-либо делал, в том, что относится к моему искусству. Поэтому я увидел его растерянным, потому что он думал, что если я ее сделал в воске в два часа, то должен он в десять часов сделать ее на стали. Когда он затем увидал, что я и в двести часов не мог сделать ее в воске и прошу отпустить меня, чтобы ехать во Францию, то поэтому он весьма расстроился и просил меня, чтобы я ему сделал по крайней мере оборот к этой его медали. И это был конь Пегас посреди миртовой гирлянды. Его я сделал приблизительно часа в три времени, и он у меня вышел очень удачно. И, будучи весьма удовлетворен, он сказал, «Этот конь кажется мне однако же делом в десять раз большим, чем сделать головку, где вы столько бились. Я не могу понять, в чем тут трудность». Все же он говорил мне и просил меня, что я должен ему ее сделать на стали, говоря мне, «Пожалуйста, сделайте мне ее, потому что вы мне ее сделаете очень быстро, если захотите». Я ему обещал, что здесь я ее не хочу делать, но там, где я остановлюсь работать, я ему ее сделаю непременно. Медали точно такой, как описал ее здесь Челлини, мы не знаем, но похожее на это описание есть, и хранится она в Ленинградском Эрмитаже. Пока мы вели этот разговор, я пошел приторговать трех коней, чтобы ехать во Францию, а он велел тайно следить за мной, потому что имел превеликий вес в Падуе, так что, когда я хотел заплатить за коней, каковых я сторговал за пятьдесят дукатов, то хозяин этих лошадей мне сказал, «Доровитый человек, я вам дарю этих трех коней», на что я ответил, «Это не ты мне их даришь, а от того, кто мне их дарит, я их не хочу, потому что я ему ничего не мог дать от моих трудов». Этот добрый человек мне сказал, что если я не возьму этих коней, я других коней впадуя не достану и буду вынужден идти пешком. Тогда я пошел к великолепному мессер Пьетро, который делал вид, будто ничего не знает, и только ласкал меня, говоря, чтобы я оставался впадуя. «Я, который вовсе этого делать не хотел и расположился ехать во что бы то ни стало, мне пришлось поневоле принять этих трех коней, и с ними я уехал». Глава девяносто пятая «Я направил путь через землю серых, потому что другой путь не был безопасен ввиду войн». Имеется в виду война между Карлом Пятым и Франциском Первым. Мы миновали горы Альбу и Берлину, гора Альбула и перевал Бернина в ретийских Альпах. Это было восьмого дня мая, и снег был превеликий. С превеликой опасностью для жизни нашей миновали мы эти две горы. Когда мы их миновали, мы остановились в одном городе, каковой, если я верно помню, называется Вальдисто. Здесь мы заночевали. Вальдисто Валенштадт. Ночью туда приехал флорентийский гонец, какового звали Бузбакка. Этого гонца я слышал, что упоминали, как человека верного и искусного в своем деле, и я не знал, что он упал через свои мошенничества. Когда он увидел меня в гостинице, он окликнул меня по имени и сказал мне, что едет по важным делам в Леон, и чтобы я, пожалуйста, ссудил его деньгами на дорогу. На это я сказал, что у меня нет денег, чтобы я мог его судить, но что, если он хочет ехать со мною вместе, то я буду за него платить вплоть до Леона. Этот мошенник плакал и всячески подъезжал ко мне, говоря мне, что если для дел важных, национальных, у бедного гонца не хватило денег, то такой человек, как вы, обязан ему помочь. И, кроме того, сказал мне, что везет вещи величайшей важности от мессер Филиппо Стротци. И так, как у него был с собой чехол от стакана, покрытый кожей, то он сказал мне на ухо, что в этом чехле серебряный стакан, а что в этом стакане драгоценных камней на много тысяч дукатов, и что там письма величайшей важности, каковые посылает мессер Филиппо Стротци. На это я ему сказал, чтобы он позволил мне спрятать драгоценные камни на нем самом, каковые подвергнутся меньшей опасности, чем если везти их в этом стакане, а чтобы стакан он отдал мне, каковой мог стоить около десяти скуда, а я ему услужу двадцатью питью. На эти слова Ганец сказал, что он поедет со мной, так как не может сделать иначе, потому что если он отдаст этот стакан, то ему не будет чести. Отмиссер Филиппо Стротци Стротци был главой флорентийских изгнанников. На этом мы и покончили, и, тронувшись утром, приехали к озеру, что между Вальдестатой и Вессой. Озеро это длиною в пятнадцать миль, если ехать на Вессу. То есть между Валенштадтом и Везеном озеро Валензе. Увидев лодки этого озера, я испугался, потому что сказанные лодки еловые, не очень большие и не очень толстые, и они не сколочены и даже не просмолены. И если бы я не увидел, как в другую такую же село четверо немецких дворян со своими четырьмя лошадьми, я бы ни за что не сел в эту. Я бы даже скорее повернул обратно. Но я решил, видя какое они выделывают зверство, что эти немецкие воды не топят, как наши итальянские. Эти мои двое юношей мне все ж таки говорили «Бенвенуто». Ведь это опасное дело садиться в нее с четырьмя лошадьми. На что я им говорил, «Разве вы не видите трусы, что эти четверо дворян сели у нас на глазах и плывут себе смеясь? Если бы это было вино так же, как это вода, то я бы сказал, что они плывут весело, чтобы в нем потонуть. Но так как это вода, то я отлично знаю, что им нет радости в ней тонуть, так же, как и нам. Это озеро было длиной пятнадцать миль, а шириной около трех. По одну сторону была гора превысокая и пещеристая, по другую было плоскогорья травянистая. Когда мы были посередине милях в четырех, сказанное озеро начало бурлить, так что те, которые гребли, попросили нашей помощи, чтобы мы им помогли грести. Так мы и делали некоторое время. Я указывал и говорил, чтобы они нас высадили на тот берег. Они говорили, что это невозможно, потому что там нет воды, чтобы нести лодку, и что там есть такие мели, а каковые лодка сразу же разобьется, и мы все потонем. И они все просили, чтобы мы им помогли. Лодочники кричали друг другу, прося помощь. Увидев, что они перепуганы, и так как лошадь у меня была умная, я накинул ей повода на шею и взял часть недоустка в левую руку. Лошадь, которая была, как они бывают, с некоторым разумением, она как будто поняла, что я хочу сделать, потому что, повернув ей голову к этой свежей траве, я хотел, чтобы, плывя, она и меня потащила с собой. Тут нашла такая большая волна с этого озера, что она покрыла лодку, а Сканио, крича, милость Божия, отец мой, помогите мне, хотел броситься ко мне. «Поэтому я взялся за свой кинжальчик и сказал ему, чтобы они сделали так, как я им показал, потому что лошади спасут им жизнь точно так же, как я надеюсь, и сам уберечь ее этим путем, а если он еще раз ко мне бросится, то я его убью». Так мы плыли дальше еще несколько миль с этой смертельной опасностью. Глава девяносто шестая Когда мы были у середины озера, мы увидели маленькую равнинку, где можно было пристать. И на эту равнинку я видел, как вышли те четверо немецких дворян. Когда мы хотели выйти, лодочник не хотел ни за что. Тогда я сказал своим юношам, «Теперь время показать, кто мы такие, так что беритесь за шпаги и заставим их силой нас высадить». Так мы и сделали с великим затруднением, потому что те учинили превеликое сопротивление. Когда мы все-таки ступили на землю, надо было взбираться две мили вверх по этой горе, что было труднее, чем взбираться по приставной лестнице. Я был весь облачен в кольчугу, в плотных сапогах и испещалью в руке, и дождь лил, сколько Бог умел послать. Эти черти, немецкие дворяне, с этими своими лошадками в поводу вытворяли чудеса, потому что наши лошади не годились на этот предмет, и мы околевали от усталости, заставляя их взбираться на эту трудную гору. Когда мы поднялись кусок, лошадь Асканио, а это была чудеснейшая венгерская лошадь, она была чуточку впереди бузбакки, гонца, и сказанный Асканио дал ему свое копье, чтобы тот ему помог его нести. Случилось, что на скверном месте эта лошадь поскользнулась и так поехала, шатаясь не в силах себе помочь, что наткнулась на стрие копья этого мошенника гонца, который не сумел его отвезти. И так как у лошади шея оказалась проткнутой насквозь, то этот другой мой подмастерье, желая помочь тоже и своей лошади, которая была вороная лошадь, поскользнулся к озеру и удержался за кустик, каковой был совсем жиденький. На этой лошади было две сумы, в каковых были внутри все мои деньги и то, что у меня было ценного. Я сказал юноше, чтобы он спасал свою жизнь, а лошадь пусть идет к черту. Падение было больше, чем с милю, и шло, нависая, и падало в озеро. Как раз под этим местом остановились эти наши лодочники. Так что, если бы лошадь упала, то она бы угодила как раз на них. Я был впереди всех, и мы стояли и смотрели, как кувыркается лошадь, какова и оказалось, что идет к верной гибели. При этом я говорил моим юношам, не беспокойтесь ни о чем, будем спасаться сами, и возблагодарим Бога за все. Мне только жаль этого бедного человека Бузбакку, который привязал свой стакан и свои драгоценные камни, которые стоят несколько тысяч дукатов, этой лошади к луке. Думая, что так надежнее. А моих всего несколько сот скудо, и я не боюсь ничего на свете, была бы со мной милость Божия. Тогда Бузбакка сказал, мне жаль не своего, а мне жаль вашего. Я ему сказал, почему это тебе жаль моего малого и не жаль своего многого? Бузбакка тогда сказал, скажу вам во имя Божие. В этих случаях и в положении, в каком мы находимся, надо говорить правду. Я знаю, что ваш это скудо и настоящее, а этот мой футляр от стакана, где я сказал, что столько драгоценных камней и столько всяких враг, весь полон икры. Услышав это, я не мог сделать так, чтобы не рассмеяться. Эти мои юноши рассмеялись. Он плакал. Эта лошадь себе помогла, когда мы уже считали ее пропавшей. И вот, смеясь, мы собрались с силами и снова двинулись в гору. Эти четверо немецких дворян, которые достигли раньше нас вершины этой крутой горы, прислали нам несколько человек, каковые нам помогли. Так что мы достигли этого дичайшего пристанища, где, будучи мокрые, утомлены и голодны, мы были наиприветливейше приняты. И здесь мы пообсушились, отдохнули, утолили голод, и некоими травами была врачевана раненая лошадь. И нам был показан этот род трав, каковыми были полны изгороди. И нам было сказано, что если мы все время будем держать рану, набитую этими травами, то лошад не только что выздоровеет, но будет нам служить, как если бы с ней ничего и не случилось. Так мы и делали. Поблагодарив дворян и очень хорошо подкрепившись, мы оттуда уехали и двинулись вперед, благодаря Бога, что Он нас спас от этой великой опасности. Глава 97 Прибыли мы в один город за Вессой. Здесь мы остановились на ночь, где слышали во все часы ночи сторожа, который пел весьма приятным образом. И так как все эти дома в этих городах из елового дерева, то сторож ничего другого не говорил, как только чтобы смотрели за огнем. Бузбакка, который напугался за день, всякий час, как тот пел, Бузбакка кричал во сне, говоря, «О, Боже мой, я тону!» И это был испуг миновавшего дня. И добавить к этому, что вечером он напился, потому что желал перепить в этот вечер всех немцев, какие там были. И то он говорил, «Горю, то тону!» Иной раз ему казалось, будто он в аду, и его мучат с этой икрой на шее. Эта ночь была такая забавная, что все наши горести обратились в смех. На утро, встав, при прекраснейшей погоде, мы поехали обедать в веселый город, называемый Лакка. Лахин. Здесь нас удивительно накормили. Потом мы взяли проводников, каковые возвращались в некий город, называемый Сурик. Цюрих. Проводник, который вел, ехал по озерной плотине, и другого пути не было, а эта плотина и сама была покрыта водой, так что дурак-проводник поскользнулся, и лошадь, и он пошли ко дну. Я, который был как раз за проводником, остановив коня, стоял и смотрел, как этот дурак вылезает из воды, а он, как ни в чем не бывало, снова запел и махал мне, чтобы я ехал дальше. Я бросился вправо и поломал какие-то изгороди. Так я повел за собой моих юношей и бузбакку. Проводник кричал, говоря мне, однако ж по-немецки, что если эти люди меня увидят, то они меня убьют. Мы поехали вперед и избегли и этой грозы. Прибыли мы в Сурик, город изумительный, чистенький, как ювелирное изделие. Здесь мы отдыхали целый день, затем однажды утром с позаранку выехали, попали в другой красивый город, называемый Солуторно. Оттуда попали в Узанну, из Узанны в Женеву, из Женевы в Лион, все время распевая и смеясь. Солуторно Золотурн Узанна Лозанна В Лионе я отдыхал четыре дня, много веселился с некоторыми моими друзьями, мне возместили расходы, которые я произвел за Бузбакку. Затем на пятый день я направил путь к Парижу. Это было приятное путешествие, кроме того, что, когда мы прибыли в Палиссу, шайка разбойников хотела нас убить, и мы с немалой доблестью спаслись. Палисса Ла Палис. Затем мы ехали до самого Парижа без всякой, как есть, помехи. Все время распевая и смеясь, мы благополучно прибыли. Глава девяносто восьмая отдохнув в Париже немного, я пошел навестить живописца Россо, каковой состоял на службе у короля. Этот Россо, я думал, что он величайший друг, какой у меня есть на свете, потому что я делал ему в Риме величайшие одолжения, какие человек может делать человеку. И так, как эти самые одолжения могут быть сказаны в кратких словах, то я не хочу приминуть их сказать, показывая, сколь бесстыдна неблагодарность. Из-за своего злого языка, будучи в Риме, он наговорил так много худого о работах Рафаэлло да Урбино, что его ученики хотели его убить во что бы то ни стало. От этого я его спас, охраняя его дни и ночи с превеликими усилиями. И еще, так как он плохо говорил о маэстро Антонио да Сангалло, весьма превосходном зодчим, тот велел у него отнять работу, которую он ему достал у мессер Аниоль де Чези. Затем он начал так против него действовать, что довел его до того, что тот умирал с голоду. Поэтому я судил его многими десятками скудо, чтобы жить. Маэстро Антонио да Сангалло Антонио да Сангалло младший 1485-1546 знаменитый архитектор школы Браманте и Джулиано Сангалло. И не получив их еще обратно, зная, что он на королевской службе, я пошел, как я сказал, его навестить. Я не столько думал о том, чтобы он мне вернул мои деньги, но думал, что он мне окажет помощь и покровительство, чтобы устроить меня на службу к этому великому королю. Когда он меня увидел, он сразу же смутился и сказал, Бенвенута, ты зря потратился на такое длинное путешествие, особенно в такое время, когда заняты войной, а не безделками наших работ. тогда я сказал, что я привез с собой столько денег, что могу вернуться в Рим тем же способом, каким приехал в Париж, и что это не отплата за труды, которые я для него понес, и что я начинаю верить тому, что мне говорил про него маэстро Антонио да Сангалло. Так как он хотел обратить все это в шутку, заметив свое негодяйство, то я ему показал платежный приказ на пятьсот скудо на Ричардо дель бене. Этот несчастный все-таки стыдился, и так как он хотел меня удержать чуть ли не силой, то я посмеялся над ним и ушел прочь вместе с одним живописцем, который тут же присутствовал. Этого звали Сгуацелло. Он тоже был флорентинец. Я переехал жить к нему в дом с тремя лошадьми и тремя слугами за столько-то в неделю. Этого звали Сгуацелло Андреа Кьецелло, ученик Андреа Дель Сарто. Он отлично меня содержал, а я еще лучше ему платил. Затем я стал искать, как бы поговорить с королем, каковом меня и представил некий мессер Джулиано Бонакорси и его казначей. Ждал я этого долго, потому что я не знал, что Россо прилагает всяческое старание, чтобы я не говорил с королем. Когда сказанный мессер Джованни это заметил, он тотчас же повез меня в фонтанабелео и провел меня к королю, у какового я имел целый час милостивейшей аудиенции. Фонтанабелео, Фонтенбло, любимая резиденция Франциска I, мессер Джованни, надо читать Джулиано. И так как король собирался ехать в Лион, то он сказал сказанному мессер Джованни, чтобы тот взял меня с собой, и что в дороге поговорят о кое-каких прекрасных работах, которые его величество намеревался заказать. Так я и поехал вместе с придворной свитой и в дороге вошел в великую службу к кардиналу Феррарскому, у которого тогда еще не было шляпы. Ипполито, сын Альфонса I, герцога Феррарского, Павел III, сделал его кардиналом в 1539 году. И так как каждый вечер я имел превеликие разговоры со сказанным кардиналом, и его Высок Преосвященство говорил, что я должен остаться в Лионе в одном его аббатстве, и что там я могу жить себе до тех пор, пока король не вернется с войны, что сам он едет в Гранопули, а в его Лионском аббатстве у меня будут все удобства. Гранопули, Гренобль Когда мы приехали в Лион, я захворал, а этот мой юноша Асканио схватил перемежную лихорадку. Так что мне опостыли и французы, и их двор, и мне не терпелось вернуться в Рим. Увидев, что я расположен вернуться в Рим, кардинал дал мне столько денег, чтобы я сделал ему в Риме серебряный таз и кувшин. Так мы поехали обратно в Рим на отличных лошадях, и, направляясь через Санпионские горы, и, соединившись с некоими французами, с каковыми мы и ехали кусок, Асканио со своей перемежной лихорадкой, а я с легонькой горячкой, какова и оказалась, ни на миг меня не оставляла. И я так раздражил себе желудок, что я провел четыре месяца, и не думаю, чтоб мне случалось съесть целый хлеб за неделю. И я очень желал доехать до Италии, желая умереть в Италии, а не во Франции. Глава девяносто девятая Когда мы миновали гор сказанного Санпионы, увидели мы реку около места называемого Индеведро, Вальдиведро. Эта река была очень широка, весьма глубока, и на ней был мостик длинный и узкий, без перил. Так как утром был очень густой иней, то, подъехав к мосту, а я был впереди всех, и, увидав, что он очень опасен, я велел моим юношам и слугам, чтобы они спешились, ведя своих лошадей в поводу. Так я миновал сказанный мост весьма счастливо, и ехал себе, беседуя с одним из этих двух французов, каковой был дворянин, а другой был нотариус, каковой остался немного позади, и подшучивал над этим французским дворянином и надо мной, что из страха ни перед чем мы пожелали это неудобство идти пешком. К каковому я обернулся, увидев его посередине моста, и попросил его, чтобы он ехал тихо, потому что он был вместе весьма опасным. Этот человек, который не мог изменить своей французской природе, сказал мне по-французски, что я человек малодушный и что тут нет ровно никакой опасности. Пока он говорил эти слова, он захотел подбоднуть немного лошадь, ввиду чего лошадь вдруг соскользнула с моста прочь и ногами к небу упала рядом с громаднейшим камнем. И так как Бог часто милостив к безумцам, то это животное вместе с другим животным и его лошадью угодили в превеликий омут, где они и пошли к низу и он и лошадь. Как только я это увидел, я с превеликой поспешностью бросился бегом и с великой трудностью спрыгнул на этот камень и, свесившись с него, ухватился за полу балахона, который был на этом человеке и за эту полу вытащил его наверх, а то он был еще покрыт водой. И так как он выпил много воды и еще немного и утонул бы, то, увидев его вне опасности, я порадовался за него, что спас ему жизнь. Поэтому он мне ответил по-французски и сказал мне, что я ровно ничего не сделал, что важны его бумаги, которые стоят много десятков скудо. И казалось, что эти слова, он мне их говорит в гневе, весь мокрый и бормочущий. Тогда я повернулся к некоим проводникам, которые у нас были, и велел, чтобы они помогли этому животному, и что я им заплачу. Один из этих проводников доблестно и с большим трудом принялся ему помогать и выудил ему его бумаги, так что он ничего не потерял. А другой проводник так и не захотел нести никакого труда, чтобы ему помочь. Когда мы затем приехали в это вышесказанное место, а мы устроили общий кошелек, из какового полагалось расходовать мне, то когда мы пообедали, я дал немного денег из общего кошелька тому проводнику, который помогал тащить его из воды. На это он мне говорил, что эти деньги я бы ему дал из своих, потому что он не намерен давать ему ничего, кроме того, о чем мы уговорились за то, что он исполнял обязанность проводника. На это я ему сказал много поносных слов. Тогда ко мне подошел второй проводник, который не нес трудов, и желал, однако, чтобы я заплатил также и ему. И так, как я сказал, но ведь он заслуживает награды, потому что нес крест, то он мне ответил, что скоро покажет мне крест, перед которым я заплачу. Я ему сказал, что я зажгу такую свечу перед этим крестом, что надеюсь, что ему первому придется заплакать. А так, как это место на границе между венецианцами и немцами, то он побежал за народом и пришел с ним с большой рогатиной впереди. опустил к ременю своей аркибузы. Обернувшись к товарищам, я сказал, первым я убиваю этого, а вы остальные исполняете ваш долг, потому что это подорожные убийцы и ухватились за этот маленький случай только для того, чтобы нас убить. Этот хозяин, у которого мы поели, подозвал одного из этих главарей, который был старик, и просил его, чтобы он предотвратил такое неудобство, говоря ему, это прихрабрый молодой человек, и если вы даже изрежете его в куски, он вот сколько ваших убьет, и, может быть, еще и улизнет у вас из рук, наделав все то зло, которое он наделает. Дело улеглось, и этот старый их глава мне сказал, ступай с миром, потому что ты все равно не сварил бы каши, даже если бы у тебя было сто человек с собой. Я, который знал, что он говорит правду, и уже решился, и считал себя мертвым, не слыша больше, чтобы мне говорили оскорбительные слова, потряс головой и сказал, я бы сделал все, что могу, чтобы показать, что я живая тварь и мужчина. и двинувшись в путь вечером на первом привале мы подсчитали кошелек, и я отделился от этого скотина-француза, оставшись очень дружен с этим другим, который был дворянин. И с моими тремя лошадьми мы одни поехали в Феррару. Когда я спешился, я пошел к герцогскому двору, чтобы учинить приветствие его светлости, дабы я мог уехать наутро в Санта-Мария даль Лоретто. Почитаемое место паломничества Я прождал до двух часов ночи, и тогда явился герцог. Я поцеловал ему руки. Он оказал мне великий прием и велел, чтобы мне дали воды для рук, что было равносильно формальному приглашению к обеду. Поэтому я шутливо сказал, светлейший государь, вот уже четыре месяца, как я не ел столько, чтобы можно было поверить, что такой малостью можно жить. Зная поэтому, что я не мог бы подкрепиться королевскими брашнами вашего стола, я просто останусь побеседовать с вами, пока ваша светлость будете ужинать, и вы, и я в одно и то же время получим больше удовольствия, чем если бы я с вами ужинал. Так мы завязали разговор и пробыли до пяти часов. В пять часов я затем откланялся и, придя к себе в гостиницу, нашел изумительно накрытый стол, потому что герцог прислал мне в подарок гостинцы со своего блюда с очень хорошим вином. И так как я таким образом прождал два с лишним часа против моего часа еды, то я поел с превеликим аппетитом, и это было первый раз, что после четырех месяцев я мог есть. Глава сотая выехав утром я поехал в Санта Мария Даль Лоретто, а оттуда, сотворив свои молитвы, поехал в Рим. Прибыл туда 16 декабря 1537 года, где я нашел моего вернейшего Феличия, каковому я и оставил мастерскую со всем ее скарбом и причиндалами, и открыл другую, рядом с Сугерелло, душмяником, гораздо больше и просторнее. И думал, что этот великий король Франциск не вспомнит обо мне. Поэтому я набрал много заказов от разных сеньоров, а тем временем работал над тем кувшином и тазом, которые я взялся сделать кардиналу Феррарскому. У меня было много работников и много больших заказов, золотых и серебряных, я уговорился с этим моим перюджийским работником, который сам записал все деньги, которые на его долю были истрачены, каковые деньги были истрачены на его одежду и на многое другое. Вместе с путевыми издержками их было около семидесяти скудо, из коих мы условились, что он будет списывать по три скудо в месяц, потому что больше восьми скудо я давал ему зарабатывать. По прошествии двух месяцев этот мошенник ушел себе с Богом из моей мастерской и оставил меня с заваленным множеством заказов и сказал, что ничего больше не желает мне давать. По этой причине мне посоветовали превозмочь его судебным путем, потому что я решил в душе отрезать ему руку. И всенепременнейший сделал бы это, но мои друзья мне говорили, что нехорошо, чтобы я так делал, ибо я лишусь своих денег, и может быть еще раз Рима, благо бьешь не по уговору, а что с этой запиской, которая у меня есть его рукой, я могу тотчас же велеть его схватить. Я последовал совету, но хотел более свободно повести это дело. Я действительно вчинил иск у камерального аудитора и таковой выиграл. И по силе его, на что ушло несколько месяцев, я затем посадил его в темницу. Мастерская у меня оказалась загружена превеликими заказами, и среди прочих все украшения из золота и драгоценных камней супруги сеньора Джеролимо Орсино, отца сеньора Пауло, ныне зятя нашего герцога Козимо. Джеролимо Орсино, сеньор Брачано, его сын Пауло Джордану женился на Изабелле, дочери Козима первого. Эти работы были очень близки к концу, и, однако, у меня все нарастали наиважнейшие. У меня было восемь работников, и с ними вместе, и ради чести, и ради пользы, я работал день и ночь. Глава 101 В то время как я усиленно продолжал свои предприятия, мне пришло письмо, посланное мне спешно кардиналом Феррарским, каковое гласило таким образом. Бенвенута, дорогой друг наш, в минувшие дни этот великий христианнейший король вспомнил о тебе, говоря, что желает иметь тебя на своей службе. На что я ответил, что ты мне обещал, что всякий раз, как я пошлю за тобой для службы его величеству, ты тотчас же приедешь. На эти слова его величество сказал, я хочу, чтобы ему было послано удобство, дабы он мог приехать, как того заслуживает такой человек, как он. И тотчас же приказал своему адмиралу, чтобы он велел казнохранителю выплатить мне тысячу золотых скуду. В присутствии этого разговора был кардинал де Гадди, каковой тотчас же выступил вперед и сказал его величеству, что незачем, чтобы его величество отдавал такое распоряжение, потому что он сказал, что послал тебе достаточно денег и что ты в пути. Так вот, если окажется, что дело обстоит, как я и думаю, наоборот тому, что сказал кардинал де Гадди, то, получив это мое письмо, ответь тотчас же, потому что я свяжу нитку на ново и устрою, чтобы тебе дали обещанные деньги, этим великодушным королем. Теперь пусть видят мир, и кто в нем живет, сколько могут зловредные звезды с супротивной судьбой над нами смертными. Я и двух раз не говорил за все свои дни с этим дурачком кардиналишкой де Гадди, и это свое умничание он учинил вовсе не для того, чтобы как-нибудь мне повредить, а учинил его единственно из-за чудаковатости и никчемности своей, показывая, что и он тоже заботится о делах даровитых людей, которых хочет иметь король, как это делал кардинал Феррарский. Но он был такой олух потом, что ни о чем меня не известил. А то, конечно, чтобы не срамить глупое чучело из любви к Отечеству, я бы нашел какое-нибудь извинение, чтобы заштопать это дурацкое умничание. Как только я получил письмо от высокопреосвященнейшего кардинала Феррарского, я ответил, что о кардинале де Гадди я ровно ничего не знаю, и что если бы он даже попытал меня на этот счет, то я бы не двинулся из Италии без ведома его высокопреосвященства, а главное, что у меня в Риме большее количество заказов, чем у меня когда-либо раньше было. Но что по слову его христианнейшего величества, сказанному мне таким вельможей, как его высокопреосвященство, я бы поднялся тотчас же, бросив все другое, как оно есть. Когда я отослал письмо, этот предатель, мой перуджийский работник, задумал хитрость, каковая сразу же ему удалась, ввиду жадности папы Пагуло до Форнезе, а еще больше его побочного сына, называвшегося тогда герцогом Дикастро. Пагуло до Форнезе, папа Павел Третий Форнезе. Герцог Дикастро, уже упоминавшийся Пьер Луидже Форнезе. Этот сказанный работник сообщил одному из этих секретарей сказанного сеньора Пьер Луидже, что, прожив у меня в работниках несколько лет, он знает все мои дела, ввиду каковых он заверяет сказанного сеньора Пьер Луидже, что я человек с состоянием в 80 с лишним тысяч дукатов, и что эти деньги они у меня большую частью в драгоценных камнях, каковые камни церковные, и что я их похитил во время разгрома Рима в замке Святого Ангела, и что надобно меня велеть схватить немедленно и тайно. Раз как-то утром я больше трех часов работал перед рассветом над вещами вышесказанной супруги. И пока моя мастерская отпиралась и подметалась, я накинул плащ, чтобы немного пройтись, и, направив путь пострады Юлия, вышел на угол к Явике, где Барджел Криспино со всей своей стражей двинулся мне навстречу и сказал мне, ты пленник папы. Над вещами вышесказанной супруги, то есть Изабеллы Медичи, Барджел Криспино, Криспино де Бони. Арест произошел 16 октября. На что я сказал Криспино? Ты меня с кем-нибудь спутал? Нет, сказал Криспино, ты даровитый бенвенуто, и я отлично тебя знаю, и должен отвезти тебя в замок святого ангела, куда отправляются вельможи и даровитые люди, как ты. И так как четверо этих его капралов накинулись на меня и силой хотели отнять у меня кортик, который у меня был при себе, и некие перстни, которые у меня были на пальце, то сказанный Криспино им сказал, чтобы никто из вас его не трогал. Вполне достаточно, если вы исполните вашу обязанность, чтобы он у меня не сбежал. Затем, подойдя ко мне, с учтивыми словами попросил у меня оружие. Пока я ему отдавал оружие, мне вспомнилось, что на этом самом месте я убил Помпео. Отсюда меня повели в замок, и в одной из верхних комнат в башне заперли меня в тюрьму. Это было в первый раз, что я отведал тюрьмы за все эти свои тридцать семь лет. Глава сто вторая Сеньор Пьер Луиджи, сын папы, приняв в соображение большое количество денег, каким было то, в котором я обвинялся, тотчас же попросил их в милость у своего отца папы, чтобы эту сумму денег он ему дал в подарок. Поэтому папа охотно их ему уступил, и кроме того, сказал ему, что еще и поможет ему их взыскать. Так что, продержав меня в тюрьме целую неделю, по прошествии этой недели, чтобы положить какой-нибудь конец этому делу, меня вызвали на допрос. Так что меня пригласили в одну из этих зал, которые имеются в папском замке, место весьма почетное, и допросчиками были римский губернатор, какового звали мессер Бенедетто Конверсини, пистоиц, который потом был епископом иезийским, другой был фискальный прокурор, о имени его я не помню, другой, который был третьим, был уголовный судья, какового звали мессер Бенедетто Докалье. Эти три человека начали меня допрашивать сперва ласковыми словами, затем резчайшими и устрашающими словами, вызванными потому, что я им сказал, государи мои, вот уже больше получаса, как вы не перестаете спрашивать меня о таких баснях и вещах, что поистине можно сказать, что вы балабоните или что вы пустобаете. Я хочу сказать балабонить это когда нет звука, а пустобаять это когда ничего не означает. Так, что я вас прошу, чтобы вы мне сказали, чего вы от меня хотите, и чтобы я слышал выходящими из ваших уст речи о непустобайке и балаболу. На эти мои слова губернатор, который был пестоец, и не в силах больше скрывать свою бешеную природу, сказал мне, ты говоришь весьма уверенно и даже чересчур надменно, так что эту твою надменность я тебе сделаю смирнее собачонки речами, которые ты от меня услышишь, каковые будут не балабола и не пустобайки, как ты говоришь, а будут предложением речей, на каковые уже придется, чтобы ты приложил старание сказать нам их смысл, и начал так, мы знаем достоверно, что ты был в Риме во время разгрома, который был учинен в этом злополучном городе Риме, и в это время ты находился в этом замке святого ангела, и здесь был употреблен как пушкарь. И так, как искусство твое, золотых дел мастерство и ювелирное, то папа Клемент, знав тебя и раньше, и так, как здесь не было никого другого по этим художествам, призвал тебя к себе тайно и велел тебе вынуть все драгоценные камни из своих тиар и митр и перстней, и затем, доверяя тебе, пожелал, чтобы ты их на нем зашил. Поэтому ты из них удержал себя в тайне от его святейшества на цену в восемьдесят тысяч скуда. Это нам сказал один твой работник, каковому ты признался и хвастал этим. Так вот, мы тебе говорим открыто, чтобы ты достал эти камни или стоимость этих камней, затем мы тебя выпустим на свободу. Глава 103 Когда я услышал эти слова, я не мог удержаться от того, чтобы не разразиться превеликим хохотом. Затем, похохотав немного, я сказал, «Премного благодарю Бога, что в этот первый раз, когда величеству его было угодно, чтобы я был заточен, мое счастье, что я не заточен за какое-нибудь пустое дело, как это по большей части говорят, случается с молодыми людьми. Если бы то, что вы говорите, было правдой, то мне нечего опасаться, чтобы я мог быть наказан телесной карой, потому что законы в то время утратили все свои силы. Так что я мог бы себя извинить, сказав, что, как приближенный, я эти сокровища хранил для Пресвятой Апостольской Церкви, ожидая того, чтобы вручить его законному папе или тому, кто бы его от меня потребовал, как сейчас это были бы вы, если бы дело обстояло так». На эти слова этот бешеный пистойский губернатор не дал мне докончить говорить мои доводы, как яростно сказал. «Представляй это в каком хочешь виде, бенвенута, а нам достаточно получить назад свое, и торопись, если не хочешь, чтобы мы действовали не только словами». И так, как они хотели встать и уйти, я им сказал, «Сеньоры, меня не кончили допрашивать, так что кончайте меня допрашивать, а затем идите куда вам угодно». Они тотчас же снова уселись, весьма изрядно в гневе, как бы показывая, что не желают больше слушать ни одного слова, которое я им говорю, и наполовину привстав, потому что им казалось, что они нашли все то, что хотели узнать. Поэтому я начал таким образом. «Знайте, сеньоры, что вот уже лет двадцать, как я живу в Риме, и ни разу, ни здесь, нигде бы ты ни было, не был заточен». На эти слова этот ярыга губернатор сказал, «Ты здесь, однако же, поубивал людей». Тогда я сказал, «Вы так говорите, а я нет. Но если бы кто-нибудь явился, чтобы убить вас, то вы, хоть и священники, стали бы защищаться. И если бы вы его убили, то святые законы вам это дозволяют. Так что дайте мне сказать мои доводы, если вы хотите, чтобы вы могли доложить папе, и если вы хотите, чтобы вы могли справедливо меня судить. Я вам еще раз говорю, что вот уже скоро двадцать лет, как я живу в этом изумительном Риме, и в нем я произвел величайшие работы по своему художеству. И так как я знаю, что это престол Христов, я был бы готов уповать уверенно, что если бы какой-либо светский государь захотел учинить надо мной какое-нибудь смертоубийство, то я бы прибег к этой святой кафедре, и к этому наместнику Христову, чтобы он защитил мою правоту. Увы, куда же мне теперь идти? И к какому государю, который бы меня защитил от такого злодейского смертоубийства? Разве не не вы должны прежде чем взять меня узнать, куда я одевал эти восемьдесят тысяч дукатов? И разве не были вы должны справиться с ведомостью драгоценным камням, которые в этой апостолической камере тщательно записываются вот уже пятьсот лет? И если бы вы нашли недостачу, тогда вы были бы должны забрать все мои книги вместе со мной самим. Я вам заявляю, что книги, где записаны все драгоценные камни папы и тиар, все в целости, и вы не найдете отсутствующим ничего из того, что было у папы Климента, что не было бы тщательно записано. Единственное могло случиться, что когда этот бедняга папа Климент хотел договориться с этими разбойниками имперцами, которые у него отняли Рим и осквернили церковь, то являлся вести об этом переговоры один, которого звали Чезери и Скотинару, если я верно помню. И не Чезери, и не Скотинару, а Джованни Бартоломео де Гаттинара, племянник великого канцлера Карла Пятого. Гаттинара от имени Карла Пятого подписал соглашение о капитуляции Климента Седьмого 6 июня 1527 года. Челлини был мастер искажать имена собственные и географические названия. Каковой, когда уже почти заключил договор с этим смерто убитым папой, тот, чтобы его обласкать немного, уронил с пальца алмаз, который стоил приблизительно четыре тысячи скудо. И так, как сказанный из Катинару наклонился, чтобы поднять его, то папа ему сказал, чтобы он его себе оставил и задолжение к нему. В присутствии этого я действительно находился. И если этого сказанного алмаза вы не досчитываетесь, то я вам говорю, куда он девался. Но я совершенно уверен, что также и это вы найдете записанным. И тогда можете стыдиться сколько вам угодно, что зарезали такого человека, как я, который совершил столько славных дел для этого апостолического престола. Знаете, что если бы не я, то в то утро, когда имперцы вступили в Борго, они без малейшей помехи вступили бы в замок. А я без всякой на то награды отважно кинулся к орудиям, которые и пушкари, и гарнизонные солдаты побросали и придал духу одному моему приятелю, которого звали Рафаэлло да Монтелупо, воятель, который тоже, бросив все, забился в угол, совсем испуганный и ничего не делая. Я его расшевелил, и мы с ним вдвоем побили столько врагов, что солдаты пошли другой дорогой. Вступили в Борго, район возле Ватикана, обнесенный крепостной стеной, являлся как бы первой линией обороны замка Святого Ангела. Рафаэлло да Монтелупо, Рафаэлло де Бачо де Синебальди, скульптор и архитектор, вместе с Микеланджело работал над Сокристией Сан-Лоренцо во Флоренции. При Павле Третьем был главным архитектором замка Святого Ангела. Это я выстрелил из Аркебузы в Скотинару, потому что видел, что он говорит с папой Климентом без всякого почтения, а с грубейшей издевкой, как лютеранин и нечестивец, каким он и был. В Скотинару, то есть Гаттинара. А это папа Климент велел искать по замку, кто это такой был, чтобы его повесить. Это я ранил принца Аранского выстрелом в голову здесь под окопами замка. Затем я сделал для Святой Церкви столько украшений из серебра, из золота и из драгоценных камней, столько медалей и монет, таких прекрасных и таких ценимых. Так вот какова дерзостная поповская награда, которая воздается человеку, который с такой преданностью и с таким талантом вам служил и вас любил. «Так ступайте пересказать все, как я вам сказал папе, сказав ему, что его камни все у него, и что я от церкви никогда ничего не получал, кроме некоих ран и ушибов в эти самые времена разгрома. И я ни на что не рассчитывал, как только на небольшую награду от папы Павла, каковую он мне обещал. Теперь я вижу насквозь и его святейшество, и вас, его ставленников». Пока я говорил эти слова, они ошеломленно меня слушали. И, поглядывая в лицо один другому, с удивленным видом удалились от меня. Они пошли все трое вместе доложить папе все, что я сказал. «Папа, устыдившись, с величайшим тщанием приказал проверить все счета драгоценных камней. Когда они увидели, что там нет никакой недостачи, они оставили меня в замке, не сказав ни слова. Сеньор Пьер Луиджи также увидал, что плохо сделал, и они стали усердно стараться меня умертвить». Глава 104 В течение треволнения этого малого времени король Франциск успел досконально узнать, что папа держит меня в тюрьме и столь несправедливо. Так как он отправил к папе послом некоего своего дворянина, какового звали монсеньор Димурлюк, то он написал ему, чтобы тот вытребовал меня у папы как человека его величества. Жан де Морлюк епископ находился в Риме с дипломатической миссией. Папа, который был искуснейший и удивительный человек, но в этом деле вел себя как никчемный и дурак. Он ответил сказанному королевскому нунцию, чтобы его величество обо мне не заботился, потому что я человек весьма неспокойный по части оружия, и поэтому он уведомляет его величество, чтобы тот меня оставил, потому что он держит меня в тюрьме за убийство и всякую прочую мою чертовщину. Король снова ответил, что в его королевстве отправляется отличнейшее правосудие, и как его величество награждает и поощряет удивительнейшим образом даровитых людей, так наоборот он карает неспокойных. И так как его святейшество отпустил меня уехать, не печась о службе сказанного бенвенута, а увидев его в своем королевстве, он охотно взял его к себе на службу. И как своего человека он его и требует. все это причинило мне превеликую докуку и вред, хоть это и было самым лесным благоволением, какого можно желать для такого человека, как я. Папа пришел в такую ярость от страха, как бы я не пошел разглашать это преступное злодейство надо мной учиненное, что измышлял все способы, какие мог, соблюдая честь, чтобы меня умертвить. Костеланом замка святого ангела был наш флорентинец, какового звали мессер Джорджо, кавалер Дельи Уголини. Этот достойный человек оказывал мне величайшие любезности, какие только можно оказывать на свете, давая мне свободно ходить по замку, на одно лишь мое слово. И так, как он знал о великой несправедливости мне учиненной, то, когда я хотел дать ему обеспечение, чтобы гулять по замку, он мне сказал, что не может его взять, потому что папа придает слишком большое значение этому моему делу, но что он свободно положится на мое слово, потому что знает ото всех, сколь я достойный человек. И я ему дал слово, и так он дал мне удобство, чтобы я мог хоть как-нибудь работать. Тем временем, полагая, что это негодование папы, как и ввиду моей невинности, так и ввиду благоволения короля, должно кончиться, держа свою мастерскую по-прежнему открытой, приходил Асканию, мой подмастерье, в замок и приносил мне кое-какие вещи для работы. Хоть я и мало мог работать, видя себя таким образом заточенным столь несправедливо, я все же делал из необходимости доблесть, весело, насколько я мог, я сносил эту мою превратную судьбу. Со мною очень подружились все эти стражи и многие солдаты в замке. И так как папа приходил иной раз в замок ужинать, и на то время, пока там был папа, замок не держал стражи, но был свободно открыт, как обыкновенный дворец, и так как на то время, пока бывал папа, все тюрьмы обычно запирались с еще большим тщанием, то со мной ничего такого не делали, но я свободно во всякое время ходил по замку, и много раз некоторые из этих солдат советовали мне, что я должен бежать, и что они подставят мне плечи, зная великую несправедливость, которая мне учинена. Каковым я отвечал, что дал слово Кастелану, который такой достойный человек, и который учинил мне такие великие льготы. Был там один солдат очень славный и очень остроумный, и он мне говорил, мой бенвенуту, знай, что тот, кто в тюрьме, не обязан и не может быть обязан соблюдать слово, как и все другое. Сделай то, что я тебе говорю, беги от этого разбойника папы и от этого ублюдка его сына, каковые отымут у тебя жизнь во что бы то ни стало. Я, который порешил охотнее утратить жизнь, чем нарушить данное мое слово этому достойному человеку Кастелану, сносил это неописуемое злополучие вместе с одним монахом из Половизинского дома при великим проповедникам. Из Половизинского дома, то есть из дома Половичини. Глава 105 Он был посажен как лютеранин. Это был отличнейший добрый товарищ. Но как монах это был величайший злодей, какой бывал на свете, и уживался со всеми видами пороков. Прекрасными достоинствами его я восхищался, грубым его пороком премного ужасался и открыто его за них порицал. Этот монах только и делал, что напоминал мне, что я не обязан соблюдать слово перед Кастеланом, потому что я в тюрьме, на что я отвечал, что если как монах он говорит правду, то как человек он говорит неправду, потому что всякий, кто человек, а не монах, должен соблюдать свое слово во всякого рода обстоятельствах, в которых он окажется. Поэтому я, который есть человек, а не монах, никогда не нарушу этого моего простого и честного слова. видя сказанный монах, что ему не удается совратить меня путем своих хитроумнейших и замысловатых доводов, столь изумительно им излагаемых, он задумал искусить меня другим путем. И, дав таким образом пройти многим дням, тем временем читал мне проповеди фра Иеролимо Савонароло и давал к ним такое удивительное пояснение, что оно было прекраснее, чем самые проповеди. Каковым я был околдован, и не было бы на свете вещи, которые бы я для него не сделал, за исключением того, чтобы нарушить мое слово, как я сказал. Видя, что я ошеломлен его талантами, монах измыслил другой путь. И вот, с невинным видом, он начал меня расспрашивать, какого пути я стал бы держаться, если бы мне пришло желание, когда бы они меня снова заперли, отпереть эту тюрьму, чтобы бежать. Точно так же и я, желая показать некоторую тонкость моего ума этому даровитому монаху, сказал ему, что всякий наитруднейший замок я наверняка отомкну, а в особенности замки этой тюрьмы, каковы для меня были бы как поесть немного свежего сыра. Сказанный монах, чтобы заставить меня сказать мою тайну, уничижал меня, говоря, что есть много такого, что говорят люди, которые вошли в некоторую славу хитроумцев, а что если бы им затем пришлось приложить к делу то, чем они хвастают, они настолько лишились бы славы, что беда. И он, мол, слышит от меня вещи настолько далекие от истины, что если бы от меня это потребовалось, он полагает, что я вышел бы из этого с невеликой честью. На это чувствуя себя задетым, этим чертовым монахом, я ему сказал, что я имею обыкновение всегда обещать на словах много меньше того, что я могу сделать, и что то, что я обещал насчет ключей, еще самое пустое дело, и что в немногих словах я его вполне вразумлю, что так оно и есть, как я говорю. И опрометчиво, как я сказал, я с легкостью показал ему все то, о чем я говорил. Монах делая вид, что это ему ни к чему, сразу же отлично усвоил хитроумнейшим образом все. А как я выше сказал, этот достойный человек Кастелан позволял мне свободно ходить по всему замку, и даже на ночь меня не запирал, как это он делал со всеми остальными, да еще позволял мне работать из всего, что я хочу, из золота, серебра и воска. И хотя я работал несколько недель над некоим тазом, который я делал для кардинала Феррарского, но так как мне опротивила тюрьма, то мне надоело работать над такими вещами. И я только выделывал для меньшей скуки из воска кое-какие свои фигурки. Какового воска сказанный монаху меня похитил кусок и со сказанным куском применил на деле тот род ключей, которому я опрометчиво его научил. Он взял себе в товарища и в помощь песца, который жил у сказанного Кастелана. Песца этого звали Луиджи, и был он подуанец. Когда они хотели заказать сказанные ключи, слесарь их выдал. А так как Кастелан заходил иной раз меня проведать ко мне в камеру, то увидев, что я работаю над этим воском, тотчас же узнал сказанный воск и сказал, хотя над этим беднягой Бенвенута учинили одну из величайших несправедливостей, которая когда-либо учинялась, со мной ему не следовало учинять таких действий, которые предоставлял ему льготы, каких я не мог ему предоставлять. Отныне я буду держать его в строжайшем заключении, и никогда больше не предоставлю ему ни единой на свете льготы. И так он велел меня запереть с разными неприятностями, особенно от слов, сказанных мне некоторыми его преданными слугами, каковые любили меня чрезвычайно и час за часом рассказывали мне все добрые дела, какие делал для меня этот сеньор Костелан. Так что в этом случае они называли меня человеком неблагодарным, пустым и вероломным. И так как один из этих слуг более дерзко, чем то ему подобало, говорил мне эти оскорбления, то я, чувствуя себя невинным, смело отвечал, говоря, что никогда я не нарушал слова, и что эти слова я берусь подтвердить ценой моей жизни, и что если еще когда-нибудь он не скажет или он или кто другой такие несправедливые слова, то я скажу, что всякий, кто это говорит, лжет в глаза. Не в силах снести оскорбления, он побежал в комнату к Костелану и принес мне воск с этой сделанной моделью ключа. Едва я увидел воск, я ему сказал, что мы оба правы. Но чтобы он дал мне поговорить с сеньором Костеланом, потому что я ему расскажу откровенно все дело, как оно было, каковое гораздо большей важности, нежели они думают. Тотчас же Костелан велел меня позвать, и я ему рассказал все случившееся, поэтому он запер монаха, каковой выдал песца, которого и собрались вешать. Сказанный Костелан замял дело, каковое уже дошло до ушей папы, избавил своего песца от виселицы, а мне предоставил такую же свободу, какая у меня была раньше. Глава сто шестая Когда я увидел, что это дело ведется с такой строгостью, я начал подумывать о своей участи, говоря, если еще раз наступит одно из этих неистовств, и этот человек мне не поверит, я больше не буду перед ним обязан, и хотел бы применить немного мои хитрости, каковые, я уверен, что удадутся мне не так, как у этого несчастного монаха. И я начал с того, что велел приносить мне новые и грубые простыни, а грязных не отсылал. Когда мои слуги их у меня спрашивали, я им говорил, чтобы они молчали, потому что я их отдал кое-кому из этих бедных солдат, что если это узнается, то этим бедняжкам грозит каторга. Так что мои молодцы и слуги самым верным образом, особенно Феличи, держали мне это дело в полнейшей тайне. Сказанные простыни. Я опоражнивал соломенник и солому жег, потому что в моей тюрьме имелся камин, где можно было разводить огонь. Я начал из этих простынь делать полосы, шириной в треть локтя. Когда я наделал такое количество, которое мне казалось, что будет достаточно, чтобы спуститься с этой великой высоты, этой башни замка святого ангела, я сказал моим слугам, что раздарил те, которые хотел, и чтобы они теперь приносили мне тонкие, а что грязные я им всякий раз буду возвращать. Это дело и забылось. Этим моим работникам и слугам кардинал Сантикварто и Корнаро велели закрыть мне мастерскую, говоря мне откровенно, что папа и слышать не хочет о том, чтобы меня выпустить, и что это великое благоволение короля гораздо больше повредило мне, нежели помогло. Кардинал Сантикварто в данном случае имеется в виду кардинал Антонио Пуччи, но следует помнить, что кардиналов довольно часто называют не по их имени, а по тем церквам, которые они патронируют. Так Пуччи называл с кардиналом Сантикуатро Коронати. Потому что последние слова, которые сказал мансеньор Димурлюк от имени короля, были те, что мансеньор Димурлюк сказал папе, что тот должен предать меня в руки обыкновенных судей, и что если я пригрешил, то он может меня покарать, но что если я не пригрешал, то справедливость требует, чтобы он меня выпустил. Эти слова до того извели папу, что он возымел желание никогда больше меня не выпускать. Этот самый Костелан наверняка помогал мне, сколько мог, видя тем временем эти мои враги, что мастерская моя заперта, они с издевкой говорили каждый день какое-нибудь оскорбительное слово этим моим слугам и друзьям, которые приходили навещать меня в тюрьме. Случилось как-то раз среди прочих, что Асканио, каковой каждый день приходил ко мне по два раза, попросил меня, чтобы я ему сделал некий кафтанчик из одного моего атласного голубого кафтана, какового я никогда не носил. Служил он мне только тот раз, когда я шел в нем с процессией. Но я ему сказал, что сейчас не такие времена, да и я не в таком месте, чтобы носить такие кафтаны, юноша до того обиделся, что я ему не дал этого несчастного кафтана, что сказал мне, что хочет уехать к себе домой в Тальякотце. Я весь распалясь, сказал ему, что он сделает мне удовольствие, если от меня уберется. А он поклялся с величайшей запальчивостью никогда больше со мной не встречаться. Когда мы это говорили, мы прогуливались вокруг замковой башни. Случилось, что и Костелан тоже прогуливался. Мы как раз поравнялись с его милостью, и Асканию сказал, я ухожу и прощайте навсегда. На это я сказал, я и хочу, чтобы навсегда, и пусть так и будет вправду, я беру стражу, чтобы она никогда больше тебя не пропускала. и обратившись к Костелану, я от всего сердца стал его просить, чтобы он велел стражи, чтобы она никогда больше не пропускала Асканию, говоря его милости. Этот парнишка приходит добавлять горе к моему великому горю, так что я вас прошу, государь мой, чтобы вы никогда больше его не впускали. Костелану было очень жаль, потому что он знал, что тот удивительно одарен. Кроме того, он был так прекрасен телом, что казалось, что всякий, увидев его хотя бы раз, особенно к нему привязывался. Сказанный юноша ушел, плача, и нес такую свою сабельку, которую он иной раз тайком носил при себе. Выходя из замка и имея лицо так вот заплаканное, он повстречался с двумя из этих наибольших моих врагов, из которых один был тот самый Иеронимо, перуджинец, вышесказанный, а другой был некто Микеле, оба золотых дел мастера. Этот Микеле, будучи приятелем этого разбойника перуджинца и врагом Асканио, сказал, что это значит, что Асканио плачет. Или у него умер отец, я разумею, того отца, что в замке. Асканио сказал на это, он-то жив, а ты сейчас умрешь. И, подняв руку, этой своей сабелькой нанес ему два удара, оба по голове, так что первым повалил его наземь, а затем вторым отрубил ему три пальца на правой руке, хотя и бил его по голове. Точнее было бы не сабельку, а слегка изогнутый нож, что-то вроде турецкого ножа. Тут он и остался как мертвый. Тотчас же донесли папе, и папа в великом гневе сказал такие слова. Так как король хочет, чтобы его судили, ступайте к нему. И дайте три дня сроку, чтобы защитить свою правоту. Тотчас же пришли и исполнили сказанное поручение, которое им дал папа. Этот достойный человек, Костелан, тотчас же отправился к папе и разъяснил ему, что я не причастен к этому делу, и что я прогнал его прочь. Он так удивительно меня защищал, что спас мне жизнь от этой великой ярости. Асканюо бежал в Тольякотце к себе домой, и оттуда мне написал, прося у меня тысячу раз прощения, что он сознает, что поступил дурно, добавляя огорчение к моим великим бедствиям. Но если Бог пошлет мне милость, что я выйду из этой темницы, то он хочет никогда больше меня не покидать. Я дал ему знать, чтобы он продолжал учиться, и что если Бог даст мне свободу, то я позову его во что бы то ни стало. Глава 107 У этого Костелана бывали каждый год некие недуги, которые совершенно лишали его рассудка. И когда это на него находило, он очень много говорил, вроде как бы тараторил. И эта его дурь бывала каждый год другая, потому что один раз ему казалось, что он кувшин с маслом, иной раз ему казалось, что он лягушка, и он прыгал как лягушка. Иной раз ему казалось, что он умер, и надо было его хоронить. И так он каждый год впадал в одну какую-нибудь такую дурь. На этот раз он начал воображать, будто он нетопырь. И когда он выходил на прогулку, то иногда он глухо вскрикивал, как делают нетопыри, и при этом изображал руками и туловищем, словно лететь собирался. Его врачи, которые это заметили, а также его старые слуги, доставляли ему все удовольствия, какие могли придумать. И так, как им казалось, что он находит большое удовольствие в том, чтобы слушать, как я говорю, они то и дело приходили за мной и уводили меня к нему. Таким образом, этот бедный человек держал меня иной раз целых четыре или пять часов, причем я, не переставая, с ним говорил. Он сажал меня за свой стол напротив него и, не переставая, говорил или заставлял меня говорить. Но я за этими разговорами все-таки ел очень хорошо. Он, бедный человек, не ел и не спал, так что извел меня до того, что я больше не мог. И, глядя ему иной раз в лицо, я видел, что свет и очей у него испуганные, потому что один смотрел в одну сторону, а другой в другую. Он начал меня спрашивать, бывало ли у меня когда-нибудь желание летать. На что я сказал, что все то, что наиболее трудно для людей, я наиболее охотно старался делать и делал. Что же касается летания, то так как бог природы даровал мне тело весьма способное и расположенное бегать и скакать много больше обычного, то при некотором хитроумии, применив его с помощью рук, я возьмусь полететь наверное. этот человек начал меня спрашивать, каких способов я бы стал держаться, на что я сказал, что в рассуждении животных, которые летают, если желать им подражать искусством в том, что они имеют от природы, то нет ни одного, которому можно было подражать, кроме нетопыря. Когда этот бедный человек услышал это слово «нетопырь», что было как раз той дурью, которую он в тот год грешил, он поднял громчайший голос, говоря, «Он правду говорит, он правду говорит, так оно и есть, так оно и есть». И затем повернулся ко мне и сказал мне «Бенвенуто, если бы дать тебе удобство, ты бы взялся полететь?» На что я сказал, что если он согласен дать мне затем свободу, то я возьмусь полететь до прати, сделав себе пару вощеных крыльев из тонкого льняного полотна. Тогда он сказал «И я тоже взялся бы». «Но так как папа велел мне хранить тебя как зеницу его очей, я знаю, что ты хитроумный черт, который сбежал бы, поэтому я велюсь запереть тебя на сто ключей, чтобы ты у меня не сбежал». Я стал его упрашивать, напоминая ему, что я мог сбежать, но ради слова, которое я ему дал, я бы никогда и ради всех тех льгот, которые он не оказывал, чтобы он не прибавлял еще большего зла к великому злу, которое я терплю. Пока я ему говорил эти слова, он строго велел, чтобы меня связали и чтобы меня отвели в тюрьму, заперши хорошенько. Тогда я увидел, что ничем уже не помочь, я ему сказал в присутствии всех его людей, «Заприте меня хорошенько, и сторожите меня хорошенько, потому что я сбегу во что бы то ни стало». И так они отвели меня и заперли меня с удивительным старанием. Глава 108 Тогда я начал раздумывать о способе, какого мне держаться, чтобы бежать. Как только я увидел себя запертом, я стал соображать, как устроена тюрьма, где я был заключен. И так как мне казалось, что я наверняка нашел способ из нее выйти, то я начал раздумывать, каким способом надо мне спуститься с этой великой высоты, этой башни, потому что так называется эта высокая цитадель. И взял эти мои новые простыни, про которые я уже говорил, что я из них наделал полос и отлично шил. Я стал соображать, какого количества мне достаточно, чтобы можно было спуститься. Рассудив, сколько мне могло понадобиться и вполне приготовившись, я раздобыл клещи, которые я взял у одного совойца, каковой был из замковой стражи. Он имел попечение о бочках и цистернах, любил также столярничать. И так как у него было несколько клещей, среди них были одни очень толстые и большие, считая, что они мне как раз подойдут, я их у него взял и спрятал в этот самый соломинник. Когда пришло за тем время, что я захотел ими воспользоваться, я начал ими пытать гвозди, на которых держались петли. А так как дверь была двойная, то заклепок этих гвоздей нельзя было видеть, так что, пытаясь вытащить один из них, я понес превеликий труд. Но все же затем, в конце концов, мне удалось. После того, как я вытащил этот первый гвоздь, я начал соображать, какого способа я должен держаться, чтобы они этого не заметили. Тотчас же я приготовил себе немного оскобленное ржавого железа с воском, который получился точь-в-точь такого же цвета, что и гвоздяные головки, которые я вытащил. И из этого воска я тщательно начал подделывать эти гвоздяные головки в их петлях. И от раза к разу столько, сколько я их и вытаскивал, столько я их подделывал из воска. Петли я оставил прикрепленными, каждую сверху и снизу, некоторыми из этих самых гвоздей, которые я вытащил. Потом я вставил их снова, но они были подрезаны, потом вставлены слегка, так что они у меня держали петли. Это я делал с превеликой трудностью, потому что Костелану каждую ночь снилось, что я сбежал, и потому он то и дело присылал посмотреть тюрьму. И тот, кто приходил ее смотреть, был и по званию, и по делам Ярыга. Этого звали Боцца, и он всегда приводил с собой другого, которого звали Джованни, по прозвищу Педеньони. Этот был солдат, а Боцца был слуга. Этот Джованни ни разу не приходил в эту мою тюрьму без того, чтобы не сказать мне чего-нибудь оскорбительного. Был он из Прато, и в Прато он служил в аптеке. Он тщательно осматривал каждый вечер эти самые петли и всю тюрьму, и я ему говорил, стерегите меня хорошенько, потому что я хочу сбежать во эти слова породили превеликую вражду между ним и мной. Так что я с превеликим тщанием все это мое железо, как-то сказать, клещи и кинжал очень большой и прочие принадлежности тщательно все укладывал в мой соломинник. То же и эти полосы, которые я наделал, так же и их я держал в этом соломиннике. И когда наступал день, я тотчас же у себя подметал. И если от природы я люблю опрятность, то тогда я был наяпрятнейшим. Подметая, я убирал постель как можно милее и даже цветами, которые почти что каждое утро я велел себе приносить некоему совойцу. Этот совойц имел попечение о цистерне и о бочках, а так же любил столярничать. И у него-то я и похитил клещи, которыми я вынул гвозди из этих петель. 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 Петель.